Высшее состояние верхнего уровня. Четыре месяца спустя. Состояние физического тела. Высшее состояние полное состояние культивирования. Один год спустя. Состояние физического тела. Незапамятное древнее состояние полное состояние культивации. После этого периода усердной тяжелой работы состояние физического тела линфана достигло пугающей степени. Незапамятное древнее государство полное культивирование государства. К этому времени атаки Великого Мудреца уже не могли дать Линьфану больше очков опыта, даже ни одного бита. Однако Линьфан знал, что это еще не конечная точка. Твое физическое тело, Великий Мудрец, был свидетелем того, как состояние физического тела Линьфана укреплялось шаг за шагом. Прямо сейчас, даже с его полной атакой, он не мог нанести никакого урона другой стороне вообще. Это было что-то очень страшное в его глазах. Это все благодаря твоей помощи, Великий Мудрец, что мое физическое состояние тела может достичь вершины, на которой оно находится прямо сейчас. Линьфан мог чувствовать огромное количество энергии, которая прямо сейчас бежала через его физическое тело. В то же время его лицо было полно радостной улыбки. Это было просто потрясающее чувство. Однако было кое-что, о чем Линьфан сожалел, о том, что его собственная сила также не была на этом уровне. Похоже, ему придется проделать куда более тяжелую работу. Сильный. Это действительно очень сильно. Если кто-то еще узнает об этом физическом мистическом навыке, я боюсь, что для него будет кровавая баня. Сокрушался Великий Мудрец. Даже при том, что они были чрезвычайно сильными существами, их физические состояния тела никоим образом не были сопоставимы с состоянием Линьфана. Учитывая текущее состояние физического тела Линьфана, он был непобедимым существованием в пределах незапамятного древнего государства. Практически не было никого, кто мог бы прорваться сквозь его защиту. Среди многих чрезвычайно могущественных существ Великий Мудрец, возможно, и не был самым сильным из всех, но он определенно не был тем, на кого можно смотреть сверху вниз. И даже с его самой сильной атакой прямо сейчас он не мог нанести даже немного урона. Сейчас уже не было нужды говорить о ком-то еще. Великий Мудрец, на этот раз я искренне благодарен тебе за помощь. Если бы не вы, бог знает, когда это мое физическое тело могло бы достичь такого состояния, сказал Линьфан с благодарностью. Ты самый лучший друг обезьяньей расы. Тебе не обязательно говорить такие слова, ответил Великий Мудрец. Линьфан чувствовал себя так, как будто все его сердце готово было выпрыгнуть прямо сейчас. Это чувство было просто слишком чудесным. Это даже не было обычным счастьем, которое он чувствовал прямо сейчас. Великий Мудрец, есть кое-что, чего я не понимаю. Почему вы, ребята, должны входить в спячку одну эпоху за другой? Это был один момент, который Линьфан никак не мог понять, и он также не мог понять, что все эти люди собирались делать. Великий Мудрец начал медленно вспоминать перед тем, как вздохнуть. На самом деле, мы все просто жалкие существа, которые ищут жизнь в этой великой вселенной. Мы прошли через бесчисленные эпохи одну за другой ради выхода за пределы всего. Однако до сих пор никто не добился успеха. В то же время эта эпоха является последней и окончательной эпохой. Когда время истечет, вся вселенная превратится в ничто, и даже если это будем мы, мы тоже исчезнем и перестанем существовать. В предыдущей эпохе все боролись за то, чтобы превзойти. Но все это было напрасно. В конце концов, мы провели только скучные периоды один за другим. Из-за этого были сформированы две фракции. И теперь, когда это последняя эпоха, это должно быть время, чтобы превзойти. Линьфан никогда раньше не слышал ни о чем подобном. Но теперь, когда он слушал, как Великий Мудрец подробно излагает свои мысли, он начинал чувствовать, что это было чрезвычайно ужасно. Но именно в этот момент весь мир начал сотрясаться. Серия ярких лучей спустилась с небес, заливая весь мир своим сиянием. Когда Линьфан увидел это, его лицо было озадачено. Это, это знак перед тем, как выйти за пределы. Легенда гласит, что тот, кто способен превзойти все сущие, должен быть самым сильным человеком во всем этом мире. И прямо сейчас небеса посылают вниз трансцендентные предметы. Все они являются легендарными предметами высочайшей силы, заметил Великий Мудрец. Легендарные предметы? Прямо сейчас интерес Линьфана был сильно задет. Легендарные предметы всегда были привлекательными вещами. Глава 903. Самый большой победитель Великий Мудрец посмотрел на Линьфана. Ты думаешь о том, чтобы побороться за эти легендарные предметы? Утвердительный ответ. Может ты хочешь пойти туда вместе, Великий Мудрец? Спросил Линьфан, усмехнувшись. Нет, это прекрасно, даже если эта эпоха закончится именно так. Я больше не хочу бороться и бороться ни за что больше. Великий Мудрец покачал головой, как будто он видел все насквозь и больше ничего не желал в этом мире. В этот момент Линьфан мог только чувствовать множество мощных аур, исходящих издалека. Великий Мудрец, тогда я ухожу. Сказал Линьфан, сжимая кулаки. Чики вскрикнул несколько раз, прежде чем прыгнуть на плечи Линьфана. Легендарные предметы, вот и я. Длинная полоса света метнулась вперед, когда Линьфан мгновенно нырнул в бесконечную пустоту. Когда мир был великолепен, он приносил пользу всем живым существам внутри него. Но, для всех самых могущественных существ, то, что им было нужно больше всего, были легендарные предметы верхнего яруса. Будь то 3000 демонических богов древней расы или самые могущественные существа тысяч раз, все они боролись за эти легендарные предметы. Внутри пустоты, все могущественные существа просто спокойно ждали. Их интересы не были задеты слабо светящимися огоньками, которые прямо сейчас проплывали по миру. Это были просто обычные сокровища, которые были сродни металлолому для них. Но, для нормальных сильных существ это были самые драгоценные вещи в мире. В этот момент Линьфан тоже был скрыт в бесконечной пустоте. Когда он увидел этих могущественных существ перед собой, его сердце пропустило удар. Ауры этих чрезвычайно могущественных существ были чрезвычайно глубокими и незаметными. Каждый из них был непревзойденным существом. Если бы он захотел вырвать эти легендарные предметы из рук этих могущественных существ, это было бы довольно трудной задачей. Обычные предметы, спустившиеся с небес, уже вызвали драки, вспыхнувшие между тысячами раз. Но, Линьфан не беспокоился об этих предметах вообще. Для него самыми ценными были легендарные предметы, которые еще предстояло найти. Казалось, что на этот раз определенно будет большое сражение снова. Постепенно Линьфан начал погружаться в свои мысли. Он должен был как следует подготовиться. В противном случае, даже если бы ему удалось выхватить легендарные предметы и не удалось уйти, это было бы чрезвычайно неудобно к тому времени. В этот момент Линьфан немедленно овладел духом Биггры и направил его через бесконечные реки пустоты, заставляя его непрерывно концентрироваться. Шинг. Внезапно пустота завибрировала, когда ее пронизала таинственная и чрезвычайно грозная аура. Любое отдельное живое существо перед лицом этого было бы ничем иным, как муравьем. Иниян небес и земли были разделены, в то время как пять элементов начали вращаться. Вся пустота, казалось, была запечатана этой грозной мощью, когда время, удача и все остальное перестали двигаться под этой благородной силой. Все самые могущественные существа затаили дыхание, ожидая наступления последнего момента. Это наконец-то начнется. На этот раз ваш предок собирается захватить все. Повелитель львиной расы с головой льва и человеческим телом взревел. Его острые зубы грызли пустоту и заглатывали ее в живот, а глаза были полны несравненной боевой решимости, сверкая вокруг смертельным взглядом. Пока легендарные предметы спускались, он определенно ухватится за этот шанс и заберет его себе. Крайний инь демонический бог, крайний ян демонический бог, грех демонический бог, время демонический бог. Все эти чрезвычайно могущественные существа просто стояли здесь в засаде. Что же касается тех могущественных существ, которые были внутри сект прямо сейчас, они также чувствовали огромную силу, которая направлялась в пустоту. Пары похотливых глаз уставились в бесконечную пустоту. Тем не менее, они знали, что последние легендарные предметы, которые спустились, не были чем-то, что они могли бы получить в свои руки. Они принадлежали этим чрезвычайно могущественным существам. Повелитель львиной расы, жадность не позволит змее проглотить слона. Будьте осторожны, чтобы не задохнуться на смерть позже. Человек с 16 парами черных, как смоль крыльев, которые быстро трепетали, сказал мрачным тоном. Хэм, Люцифер, тогда мы просто подождем и посмотрим. На этот раз любой, кто будет сражаться здесь вместе с вашим предком, станет вашим врагом. От предка львиной расы начала исходить дикая аура. Фу-фу, хмыкнул Люцифер, ничуть не смущаясь. Внезапно в пустоте разорвалась слеза, и оттуда вырвалось яркое сияние. Предмет, который был завернут в этот сияющий свет, ослепил божественным сиянием, которое осветило все место. Это универсальный ключ Бога. Предельно мощное существо узнало этот предмет сразу же, как только он взвыл. Это мое, гигантская, золотая рука, которая охватила всю область с пятью пальцами, которые были столь же огромными, как горы, протянулось и немедленно схватила универсальный ключ Бога в своих руках. Ха-ха. Я все понял. Тот, кто получил универсальный ключ Бога, был золотым демоническим Богом древней расы демонических Богов. Он уже давно ждал появления этого легендарного предмета. Некоторые из других чрезвычайно могущественных существ просто сохраняли свою энергию, ожидая легендарного предмета, который они хотели больше всего появиться, прежде чем отправиться за ним. Рев. Внезапно рев дракона наполнил всю область, когда огромный дракон длиной в 10 миллионов футов пронесся через пустоту с яростной спиралью. Это колоссальное тело дракона длиной в 10 миллионов футов на самом деле было всего лишь одним словом «дракон». Бум. Внезапно множество чрезвычайно могущественных существ сделали свой ход. Длинный хлыст прорезал пустоту и связал этого колоссального дракона длиной в 10 миллионов футов, пытаясь перетащить его. Это легендарный предмет моей колоссальной драконии расы, кто осмелится прикоснуться к нему. Еще более свирепый рев дракона прогремел по всему региону, когда предок колоссальной драконии расы, Йинг Лонг, прорвался через все. Эта гигантская колоссальная дракония пасть поглотила весь мир и мгновенно проглотила этого дракона в своем животе. Все эти более ранние волны легендарных предметов не привлекали внимания большинства самых могущественных существ. Линфан тоже просто ждал в палатке. Он понял, что все эти чрезвычайно могущественные существа, казалось, все еще терпеливо ждали прямо сейчас. Несмотря на то, что универсальный ключ бога и текстовый символ с более ранних времен были довольно сильными, даже Линфан не был задет им вообще, не говоря уже о самых мощных существах. Однако этот текстовый персонаж дракона имел некоторое сходство с собственной сутрой о небе и земле Линфана. Но если сравнивать их обоих, то все равно разница была слишком велика. Бум! Внезапно во всем мире прогремел чудовищный взрыв. Легендарный предмет больше не появлялся один за другим. Вместо этого они хлынули, как волна. Линфан понял, что в конце безграничной пустоты на самом деле был волдырь, который появлялся. Этот пузырь, казалось, содержал бесконечное количество легендарных предметов, которые пытались вырваться наружу. Твою мать! Шанс есть уже сейчас. Когда Линфан увидел это, он понял, что не может больше ждать. Сразу же он перешел в режим скрытности и вызвал запах неба и земли, прежде чем пузырь взорвался. Мгновенно запах неба и земли закрыл этот волдырь. До тех пор, пока будут появляться какие-то легендарные предметы, они все будут принадлежать ему. А кто он такой? В тот момент, когда Линфан появился, бесчисленные, чрезвычайно мощные существа отреагировали на это. Черт возьми! Он пытается украсть все наши легендарные предметы. Убей его! Человек! Этот парень принадлежит к роду человеческому. Подавить! В этот момент бесчисленные, чрезвычайно могущественные существа нанесли удар. Как они могли позволить этому человеку забрать все их легендарные вещи? Бам! Внезапно пузырь взорвался, когда из него высыпалось бесконечное количество легендарных предметов. Что касается этих легендарных предметов за пределами блистера, Линфан больше не беспокоился о них к настоящему времени. Жадность не позволит змее сожрать слона. Если бы он захотел пожать все легендарные предметы, которые высыпались из других мест, он мог бы в конечном итоге ничего не иметь в своем распоряжении. Я же богат и с одной только мыслью о нем. Линфан охватил все легендарные предметы внутри его неба и земли пахло. Плотные и тесные, только бог знает, сколько их там было. В этот момент Линфан не хотел больше задерживаться. Самое важное, что нужно было сделать прямо сейчас, это совершить побег. Все смертоносные удары этих чрезвычайно могущественных существ дождем обрушились на тело Линфана, и тут же в его жилах заурчала кровь. Однако, кроме этого, ему не было причинено большого ущерба. Ха-ха. Все, все эти легендарные вещи будут принадлежать мне. Под разъяренными взглядами всех этих чрезвычайно могущественных существ, которые окружали это место, Линфан взревел. Когда он вытянул свои пять пальцев, дух Биггера мгновенно вырвался из него в сильном тумане. Глава 904. Куча мозговых мертвецов и в ЦКСЧ прямо сейчас физическое тело Линфана находилось в незапамятном древнем состоянии полного развития. Убийственные движения этих чрезвычайно могущественных существ вообще не могли причинить ему такого большого вреда. Бум. Раздался лязгающий звук, когда пустота вокруг Линфана была разрушена этой грозной силой. Ха-ха. Линфан расхохотался в своем сердце и был безмерно счастлив, как ничто другое. Это была огромная награда, которую он получал прямо сейчас. Все легендарные предметы с грохотом вываливались из небес и пахли землей, пытаясь пробить себе путь из этой тюрьмы. Однако этот запах неба и земли был продуктом системы. Это было не так, как если бы он мог быть прорван этими легендарными предметами так легко. Это же чертов человеческий король Линфан, один из демонических богов древней расы, закричал, когда берсерк убийственное намерение поднялось в воздух и материализовалось, прежде чем хлынуть на Линфана. Он был демоническим богом древней расы. Он узнал об этом человеке от одного из величайших существ древней расы. И теперь, когда эти легендарные предметы были украдены этим человеком, это, естественно, вызвало их гнев. В этот момент дух Биггары пронесся через весь мир, как неистовая сила пронеслась через все самые могущественные существа вокруг. Тьфу! Аура Линфана яростно загрохотала, когда его силы вырвались наружу. Используя столь близкое и в то же время столь далекое расстояние, он мгновенно шагнул вперед и перепрыгнул через безграничное расстояние. Слеза. Однако, к удивлению Линфана, силы самых могущественных существ превзошли все его ожидания. Они разорвали дух Биггары на части и бросились на Линфана. Человек, сдайте свои легендарные предметы. Взревел Цзин Тянь голосом, который заполнил весь мир. Для этих чрезвычайно могущественных существ тот факт, что кто-то осмелился бы попытаться украсть их легендарные предметы, был просто его буквальным взглядом, чтобы умереть. У царя гигантской расы Куафу был еще один титул. Бог погони за солнцем. Это могучее тело Куафу резко дернулось, когда его глаза засияли божественным блеском. Он тут же применил свое мистическое умение. Погоня солнца. Это умение движения было чрезвычайно грозным. С одним единственным вздохом он мог бы пройти через весь мир. Даже Линфан так близко, но все же так далеко. Бледнел в сравнении с этим навыком. Легенды гласят, что этот таинственный мистический навык Куафу был получен из легендарного предмета. Позже он культивировал его до самого высокого состояния. Независимо от расстояния, все, что ему нужно было сделать, это сделать один шаг, и он мог мгновенно достичь другого конца. Даже космический демонический бог древней расы не мог не признать, что этот мистический навык движения Куафу превзошел его собственные пространственные мистические навыки. Подавить. В тот же миг перед Линфаном возник Куафу. Это его гигантская рука, которая была похожа на свернувшегося дракона, танцевала вокруг, заставляя пустоту быстро взрываться. Единственный удар ладонью, который захлопнулся, вызвал разрушительный тайфун. Убирайся отсюда. Взревел Линфан, когда его силы загрохотали. Мощь большого древнего демона вырвалась наружу в виде единого кулака, который, казалось, обладал безграничными силами целого мира. Бам-бам. Лицо Куафу мгновенно изменилось, когда его тело содрогнулось. Он не ожидал, что будет сброшен этим человеческим кулаком. Линфан почувствовал силу, которая грохотала в его теле, и расхохотался. Это было поистине потрясающе. Человек, отдай мне легендарные предметы. Предок львиной расы внезапно появился из пустоты и широко раскрыл рот. Его гигантская львиная пасть была похожа на гигантскую черную дыру. Подумать только, что даже лев осмелился бы попытаться бороться за предметы. Это же сон. Кого ты пытаешься напугать, открывая свой рот так широко? Иди и съешь немного таблеток. Линфан бросил дух Биггры прямо над собой, а затем его тело вспыхнуло. В тот же миг он нанес тысячи ударов ладонью, которые послали чрезвычайно огромную силу. Заткнись к чертовой матери ради своего покорного слуги. Колесо демонического бога ужасающий демонический бог появился в пустоте, где колесо разделило инияны слилось вместе с силами пяти стихий. Гигантское колесо испускало силу реинкарнации, которая ударила в пустоту. Бум-бум. Пустота завибрировала, когда гигантское колесо закрыло рот предка львиной расы. Кхекхе. Предок львиной расы начал кашлять, как будто он только что проглотил что-то, чего ему не следовало делать. Дия. Внезапно леньфан почувствовал резкий отблеск света, который пронзил его из пустоты. Кровавый отблеск прорезался сверху. Однако леньфана это нисколько не беспокоило. Кровавый блеск обладал в нем разрушительной силой. Однако леньфан широко раскинул руки и обнял его, совершенно не обращая внимания на исходящие от него силы. В данный момент физическое состояние леньфана давно стало непобедимым. Как он может бояться чего-то такого? Ух! Вечный топор сверкнул ослепительным блеском света, который мгновенно рассек кровавый блеск надвое. Хорошая штука. Леньфан мог чувствовать количество энергии, которая исходила от этого кровавого блеска. Даже после того, как он был разорван, в нем была какая-то жизнь. Не колеблись, леньфан бросил его в свой рай. Черт возьми! Черт возьми! Бешеный рев вырвался наружу, когда вдалеке показалась фигура, скрывающая повелителя расы крови. Однако прямо сейчас руки кровавого предка были довольно голыми. Это было так, как будто леньфан только что разрезал его руки. Черт возьми! Повелитель расы крови не ожидал, что этот человек окажется таким грозным. Подумать только, что его свирепый коготь не причинит никакого вреда другой стороне. Это было совершенно немыслимо. Но именно в этот момент бесчисленное множество самых могущественных существ окружили леньфана. Все они гневно уставились на него. За это время они откололись от всех других легендарных предметов, которые были там. Однако этот человек все равно получил большинство из них. Несмотря ни на что, они не могли позволить ему уйти. Человек, отдай легендарные предметы, которые ты получил. В противном случае, единственный путь, ожидающий вас, это смерть. Предок расы крови холодно посмотрел на леньфана. В его глазах был зловещий блеск, который был неумолим. Почему мы все еще тратим свое дыхание на этого человека? Все объедините свои силы и убейте его. Затем мы взломаем эту его вещь, в которой хранятся все легендарные предметы. Получение всего, что выливается из него, будет зависеть от способности каждого человека бороться за все это. Звучит неплохо. Леньфан не ожидал, что его будут окружать все самые могущественные существа. Внезапно он подумал о том, чтобы вырваться из их окружения. Но, похоже, это было довольно трудно. Кроме того, с его нынешней скоростью космический демонический бог древней расы и король расы гигантов Куафус могут догнать его с легкостью. Казалось, что они будут преследовать его бесконечно и очень скоро. Рев. Но именно в этот момент раздался рев. Прародитель львиной расы. Что ты собираешься делать? Наглый. В этот момент глаза предка львиной расы вспыхнули красным огнем, а его аура стала неистовой. Очевидно, на него действовал дух Биггры. Когда Леньфан посмотрел на ситуацию, его сердце подпрыгнуло от радости. Его шанс пришел. Вам, ребята, нужны легендарные предметы? Идите и возьмите его, если вы можете тогда. Леньфан мгновенно вызвал запах неба и земли, прежде чем выбросить его в бесконечную пустоту. Это принадлежит твоему предку. Все самые могущественные существа перепрыгнули через пустоту и погнались за этим запахом неба и земли. Почему вы, ребята, все еще окружаете меня? Если только вам, ребята, больше не нужны эти легендарные предметы, не так ли? Спросил Леньфан. Все самые могущественные существа, которые все еще окружали Леньфана, посмотрели на ситуацию впереди, и их лица изменились. Затем они рванулись к небу, и земля наполнилась запахом. Как они могли позволить другим наложить на него свои лапы? Хороший шанс. Леньфан воспользовался возможностью войти в режим невидимости непосредственно перед погружением в эти бесконечные реки пустоты. Ха-ха. Куча тупоголовых засранцев. Как мог Леньфан допустить, чтобы легендарные предметы были захвачены этими парнями? Одно из самых могущественных существ протянуло руку и почти ухватилось за небо, а земля понюхала, когда оно внезапно превратилось в длинную полосу света и исчезло прямо перед их лицами. Предельно могущественные существа. Глава 905. Самый сильный меч, как это возможно? Все самые могущественные существа были застегнуты врасплох, когда почувствовали, что их сердца пропустили удар. Это была ситуация, которая никогда не случалась с ними раньше. Подумать только, что запах просто исчезнет у них на глазах, не оставив ни малейшего следа. Черт возьми крайний иньский демонический бог горел яростью в своем сердце, чувствуя, что его только что одурачили. Внезапно, крайний инь демонический бог обнаружил, что его окружают другие чрезвычайно могущественные существа. Крайний инь демонический бог, передайте легендарные предметы. Мы все были одержимы этим человеком. Ваш демонический бог здесь вообще не получил никаких легендарных предметов. Мрачным тоном ответил крайний иньский демонический бог. Конешты, неужели ты принимаешь нас за дураков, которых так легко обмануть? Ты первый, кто гнался за этим запахом, и он внезапно исчез. Вы хотите сказать, что корюшка может исчезнуть сама по себе? Крайний инь демонический бог вам лучше передать легендарные предметы. В противном случае, под угрозой оказалась еще одна чрезвычайно могущественная сила. А иначе что? Если твой демонический бог говорит, что я их не брал, значит, я их не брал. Прямо сейчас сердце крайнего иньского демонического бога просто горело от бесконечной ярости. Этот проклятый человек взял их на прогулку, и прямо сейчас он был окружен этими чрезвычайно сильными существами, которые требовали от него передать легендарные предметы. Хэм. Все остальные предельно могущественные существа тоже не были добрыми душами. Внезапно вся атмосфера в воздухе стала чрезвычайно напряженной. В мгновение ока три тысячи демонических богов древней расы прибыли и приземлились рядом с крайним демоническим богом инь. В такой момент они, естественно, были на одной стороне против чужаков. Ха-ха. Кто знает, может быть, эта кучка дураков даже начала драться прямо сейчас. В этот момент Линьфан путешествовал через бесконечную пустоту с радостным чувством. Он украл там больше половины легендарных вещей. Для Линьфана это была вовсе не бесполезная поездка. Однако он еще не был в безопасности. Трудно было гарантировать, что в данный момент за ним не гонится ни одно чрезвычайно могущественное существо. Линьфан ощупывал все вокруг, пытаясь понять, есть ли там что-нибудь подозрительное. Он не знал, как долго это продолжалось, но ему казалось, что он прошел расстояние, равное тысячам миров. Затем он остановился в горной долине. Сейчас в этой долине сгущались сумерки. Кроме нескольких древних зверей, здесь больше ничего не было. Линьфан открыл небо и почуял запах земли. Когда он достал легендарные предметы, то внезапно ощутил надвигающуюся опасность, нависшую над ним из пустоты. Шинг. Чрезвычайно острый меч будет разорван через пустоту и сбит. Этот меч у Элла был чем-то, что имело непревзойденный импульс и было практически невозможно уклониться. Однако Линьфан был также экспертом по мечу Даа. В мгновение ока он поднял палец и ловким движением поймал меч у Элла между пальцами. Этот единственный меч у Элла был всего лишь на волосок от бровей Линьфана. На самом деле, там было даже несколько прядей волос, которые были сбриты и упали вниз. Такой сильный. Этот единственный меч запечатает все и уничтожит все признаки жизни внутри. Там совершенно не осталось ауры, так как все девять небес и десять земель были полностью запечатаны. Если бы не тот факт, что Линьфан был чрезвычайно быстр в своей реакции, этот меч у Элл мог бы просто пронзить его мозг полностью. Но, конечно, предпосылкой для этого должно быть то, что физическое тело Линьфана не было в незапамятном древнем состоянии полного развития. Но, учитывая его нынешнее состояние, естественно, никакого вреда это ему не принесет. Неплохо. Подумать только, что ты можешь поймать этот единственный меч своего предка. Появилась фигура человека с мечом в руках. Где бы он ни стоял, ему казалось, что небесный меч пронзает весь мир, и каждое живое существо вынуждено склониться и подчиниться ему. Предок расы мечей. Когда Линьфан увидел этого человека, он был поражен до глубины души. Как же этот парень умудрился до него добраться? Ты думаешь о том, как твой предок сумел выследить тебя? Лицо предка расы мечей было холодным, когда он впился взглядом в Линьфана. Как будто пара небесных мечей пронзила эти глаза и пронзила прямо сердце Линьфана. Линьфан отправил свое сознание в пустоту. Он действительно боялся, что поблизости могут скрываться другие чрезвычайно могущественные существа. Человек, тебе не нужно ничего искать. Есть только один твой предок, сказал предок расы мечей. В тот момент, когда Линьфан услышал эти слова предка расы мечей, он почувствовал, что его сердце вздохнуло с облегчением. Затем его брови дернулись от радости, поскольку он полностью игнорировал существование другой стороны. Ай-яй. Предок расы мечей, ты должен быть действительно умен, чтобы быть в состоянии догнать меня. Хмыкнул Линьфан. Человек, отдай мне легендарные предметы, и я гарантирую, что ты останешься в живых. Аура предка расы мечей распространилась по всей пустоте. Череда мечевых завещаний, которые, казалось бы, не имели ничего, что могло бы встать на их пути, заполнила все небо и запечатала пустоту. Линьфан поднял голову и посмотрел на него, прежде чем спокойно улыбнуться. Судя по всему, этот предок расы мечей кажется, что он склонен полностью использовать преимущества Линьфана. Пустота теперь была заполнена бесконечным количеством воль меча, которые отрезали ему все пути к спасению. Однако, в его глазах этот предок расы мечей становился теперь немного дерзким. Предок расы мечей, давай пока не будем говорить ни о чем другом. Ваш покорный слуга хочет знать, как вам удалось догнать меня. Линьфан усмехнулся, задавая этот вопрос. Хэм, предок расы мечей холодно фыркнул и больше ничего не сказал. С единственным лязгающим звуком сверкнул меч и в мгновение ока появился перед лицом Линьфана. Линьфан мог чувствовать, что окружающее пространство вокруг него было запечатано этим единственным мечом. Даже если бы Линьфан обладал непревзойденным навыком движения прямо сейчас, он не смог бы развернуть его вообще в этой ситуации. Единственное пространство, доступное для него, чтобы двигаться, было буквально просто ограниченным небольшим местом. Неважно, куда еще он попытается двинуться, это будет в пределах острого блеска этого меча. Твою мать, предок расы мечей, ты просто слишком дикий. Подумать только, что вы могли бы вычеркнуть одно единственное несогласное предложение. Ты бесчеловечен, выкрикнул Линьфан. Однако он не испытывал ни паники, ни смущения. Бам! Меч предка расы мечей пронзил грудь Линьфана, когда тот холодно усмехнулся. Однако внезапно лицо предка расы мечей изменилось. Этот его меч, который мог пробить насквозь что угодно, ударил прямо в этого человека прямо на его глазах. Тем не менее, это выглядело так, как будто человек делал все в полном порядке. Это лицо предка расы мечей было мрачным прямо сейчас, когда он хотел убрать свой меч. С другой стороны, Линьфан схватился за длинный меч предка расы мечей, в то время как его губы изогнулись в усмешке. К чему такая спешка? В глазах предка расы мечей отразилось удивление. Этот длинный меч был уникальным мистическим навыком предка расы мечей, сокровищем, которые он культивировал день и ночь, сочетая с законами бесчисленного меча ДАА. Но, подумать только, что этот человек будет совершенно равнодушен даже после того, как схватился за длинный меч голыми руками. Именно в этот момент предок расы мечей внезапно осознал, что человек осторожно поднял ноги. Истинные истоки сокрушительного удара. Ничего хорошего. Предок расы мечей вскрикнул, когда ему захотелось забрать свой длинный меч. Однако этот человек просто вцепился в него мертвой хваткой. Эта единственная нога принесла огромное давление для предка расы мечей. Это было так, как если бы он определенно заплатил огромную цену, если бы он был избитым. Предок расы мечей крепко стиснул зубы, когда все его тело вспыхнуло. Сделав таинственный шаг, он попытался увернуться от нападения. Однако его длинный меч остался в ладонях Линьфана. Меч демона. Предок расы мечей не остановился из-за этого. Указывая пальцем, он послал смертельную атаку на Линьфана. С помощью этого единственного пальца появилось множество миров. Все эти миры несли в себе тень предка расы мечей. Прошлое, настоящее, будущее. Линьфан нахмурил брови. Чтобы вложить сутру о тройной жизни реинкарнации в свой меч воли. Предок расы мечей, твой врожденный потенциал действительно не превзойден. Хэм. Большие слова. Ваш предок это не тот, кому вы можете дать руководство. Предок расы мечей не ожидал, что этот человек до него будет знать о сутре трех жизней реинкарнации. В тот момент, когда он получил сутру о тройной жизни перевоплощения, его сердце было наполнено огромным волнением. Это был беспрецедентный мистический навык. В конце концов, с помощью своего непревзойденного врожденного потенциала, он сумел сплавить его в своей несравненной мечевой воле. Это создало тройную жизненную волю меча, где все желания меча всех трех жизней были слиты в одно тело. Учитывая мощь предка расы мечей прямо сейчас, он был намного сильнее по сравнению с остальными самыми могущественными существами. И теперь, это движение с силой толкнуло его меч ДА к своему высшему состоянию. Это был самый великолепный меч в мире. Совсем неплохо. Даже при том, что твое истинное состояние культивации несравнимо с твоим, но мои достижения в ДА меча также довольно приличны. Как насчет того, чтобы попробовать это сделать? Ладони Линфона дрожали, подавляя дух меча в этом длинном мече, когда он размахивал своим собственным мечом. Этот единственный меч также содержал в себе тройные жизни Линфона. Отказавшись от пути боевых искусств в свете меча, мне интересно, каково это снова начать все с самого начала. Внезапно Аура Линфона изменилась, когда острый меч вырвался из земли, полностью расколов небосвод над его головой. Глава 906. Мяч в руке и весь мир будет принадлежать ему. Две воли меча потрясли весь мир и доминировали на протяжении всех древних времен. Независимо от того, насколько сильным было могущественное существо, если бы он или она были пойманы между этими двумя волями меча, он или она определенно были бы измельчены в клочья. Внезапно предок расы мечей осознал, что меч другой стороны также будет иметь сутру о тройной жизни реинкарнации, объединенную с ней. Но разве это возможно? Сутра о перевоплощении в течение трех жизней была мистическим навыком прародительского Будды, и во всем мире был только один такой навык. Как же этот человек мог владеть им так же хорошо? Ослепительное сияние вспыхнуло, когда мечи вырвались вперед, заставляя весь небосвод дрожать перед их мощью, а серые облака грохотать. В тот момент, когда они вступили в контакт друг с другом, мечи Элла эмансипированно рассек всю область с радиусом 10 000 миль. Подумать только, что это будет ничья, хмыкнул Линьфан. Откуда у вас это сутра о тройной жизни реинкарнации? Воскликнул предок расы мечей. Хе-хе, может быть это потому, что сутра о перевоплощении в течение трех жизней была распространена вашим покорным слугой. Линьфан спокойно улыбнулся. Однако эта улыбка была необычно жуткой в глазах предка расы мечей. Как это может быть? Линьфан больше ничего не сказал, когда бросил длинный меч в его руки в свой рай. Предок расы мечей воспользовался этой возможностью, чтобы указать пальцем на грудь Линьфана. Дия проревел предок расы мечей. Бам! К ужасу предка расы мечей, он понял, что его палец ничего не сделал с другой стороной. Но внезапно глаза первого обратились к красному кирпичу, который с грохотом полетел ему в голову. Предок расы мечей не смел быть беспечным. Этот человек был исключительно хитер. Затем он быстро увернулся. Ты! Ай-яй! Так мощно! Подумать только, что ты бы от этого уклонился. Линьфан был немного разочарован. Подумать только, что этот предок расы мечей был настолько осторожен, и даже не осмелился бы попробовать вкус удара простым кирпичом. Ну же, продолжайте! Линьфан поманил рукой предка гонки мечей, показывая ему, что он должен продолжать свое выступление. Увидев этот унизительный жест рукой, предок расы мечей, естественно, пришел в ярость. Единственный меч пронесся через всю площадь и засиял с леденящей вспышкой, когда он разрезал к Линьфан. Ляск! Меч приземлился на тело Линьфана, хотя, естественно, никто не пострадал. Но, по его мнению, это был еще один чертовски хороший шанс для матери. Продолжай, 9-5 легендарный кирпич. Не получилось. Предок расы мечей, пожалуйста, не будь таким трусом. Если у вас есть мужество, приходите и сразитесь с этим единственным кирпичом вашего покорного слуги. Раздраженно крикнул Линьфан. Его нынешняя сила не имела ничего общего с силой предка расы мечей. Если бы он хотел убить другую сторону, ему пришлось бы прибегнуть к некоторым уловкам. Однако этот предок расы мечей был чрезвычайно изворотлив. Как только он замечал, что что-то не так, он тут же уворачивался. Это было что-то, что имело Линьфан в пятно. Это была чертовски собачья ебля. Человек, не смей выходить за борт. Предок расы мечей взвыл, когда меч вырвется в небо. Намерения восьми опустошенных были собраны в нем, как ослепительная вспышка света, пронесшаяся мимо. Крест-накрест. Тело предка расы мечей раскололось на восемь частей, каждая из которых вспыхнула проливной аурой. Не было никакого способа идентифицировать его истинное тело вообще. Твою мать. Похоже, тогда мне придется усерднее работать над пощечинами. Я дам тебе пощечину. Не получилось. Не получилось. Не получилось. В этот момент Линьфан был точно такой же тренировочной мишенью, как и его предок в гонке мечей, когда он этого хотел. Однако Линьфан просто не мог заставить свой кирпич прикоснуться к предку расы мечей, что заставило его несколько лишиться дара речи. Гребаный трусливый предок расы мечей не двигайся, если у тебя есть мужество. Приходите и сразитесь с вашим покорным слугой один на один, выкрикнул Линьфан. Однако, как бы сильно он не старался унизить его, предок расы мечей все равно не дал бы ему ни единого шанса. Время шло за секундами и минутами. Сердце предка расы мечей накапливало ярость с каждым мгновением. Он понял, что физическое состояние тела этого человека было слишком чертовски сильным. Бам-бам. Земля треснула, когда пустота погрузилась в хаос. Все, что находилось поблизости, уже было уничтожено предком расы мечей. Ух. В этот самый момент Линьфан сплюнул с полным ртом застарелой крови, а его тело отбросило назад и закопало в глубокую яму. Когда предок расы мечей увидел это, его сердце подпрыгнуло от радости. Этот меч с более ранних времен был кульминацией его сущности, духа и жизненной силы. То количество энергии, которое вырвалось из него, определенно не было чем-то таким, над чем можно было бы посмеяться. Изначально предок расы мечей думал, что этот человек был практически сделан из стали, и не было никакого способа убить его. Но прямо сейчас он наконец-то увидел хоть какую-то надежду. Черт возьми. Подумать только, что легендарное оборонительное оружие вашего покорного слуги было бы уничтожено. Закричал Линьфан с выражением ужаса в глазах. Выражение, которое он испускал прямо сейчас, было таким, как будто это был факт, который действительно происходил. Этот предок расы мечей просто чертовски хитер. Если я не прибегну к грязным трюкам, то действительно нет никакого способа справиться с ним. Линьфан лежал в глубокой яме и проклинал себя в глубине души. Ха-ха. Естественно, предок расы мечей услышал слова Линьфана и дико расхохотался. В его глазах, его шанс наконец-то пришел. Человек. Это ваше легендарное оборонительное оружие явно не способно противостоять мощи до меча вашего предка. Теперь, когда у вас больше нет легендарного оружия, я посмотрю, что еще вы можете сделать. Торжествующе произнес предок расы мечей. Линьфан бросил немного безумный взгляд, прежде чем обернуться и посмотреть на другого, черт возьми. Физическое тело вашего покорного слуги непобедимо. Мне не нужно никакого легендарного оружия. Ха-ха. Подумать только, что ты все еще пытаешься обмануть своего предка даже на пороге смерти. Если вы сдадите легендарные предметы, ваш предок может сохранить вам жизнь. Предок расы мечей сурово ругался. Тот изначально затуманенный меч воли его начинал вновь демонстрировать свою славу. Мечтай дальше. Неужели ты действительно думаешь, что можешь убить своего покорного слугу? Линьфан ответил так, словно у него перехватило дыхание. Выражение его лица было таким, как будто он пытался каким-то образом найти способ сбежать. Но что за персонаж был предком расы мечей? Как он мог не заметить изменения в выражении лица Линьфана? С помощью всего лишь одного меча твой предок сможет убить тебя. Простой муравей, похожий на человека, без его легендарного защитного оружия. Какие способности у вас есть, чтобы защититься от меча воли вашего предка? Человек этот единственный меч отправит тебя на небеса. Запястье предка расы мечей дернулось, когда его ладонь ухватилась за шар несравненной силы меча. Когда он повернул ладонь, оттуда вырвалось ослепительное сияние. Из этого яркого сияния будет вырезан несравненный меч. Ай! Завопил Линьфан, уворачиваясь то влево, то вправо. Что же касается предка расы мечей, то теперь он мог быть уверен, что этот человек действительно находится в тупике. Убей! В миллионную долю секунды предок расы мечей появился перед лицом Линьфана, когда тот указал своим сияющим пальцем на грудь последнего. Ха-ха! Предок расы мечей безумно расхохотался. Но внезапно выражение его лица слегка изменилось. Это было потому, что он понял, что этот человек перед ним только что испустил чрезвычайно зловещую и угрожающую улыбку. Это отлично! Хмыкнул Линьфан. Но для предка расы мечей это было, по сути, совсем нехорошо. Он понял, что его только что обманули. Отступить это была единственная мысль в его голове прямо сейчас. Но именно в этот момент несравненная волна боли нахлынула на его разум. Ой! А как насчет этого сейчас? Что вы думаете о том, как ваш покорный слуга скручивает небо и землю? С бог знает каких времен Линьфан держал руками промежность предка расы мечей. Когда он сжал его пальцами, единственное, что прозвучало, был трагический крик предка расы мечей. Ой! Эстоп! Стук! Не в силах вынести боль такого уровня, предок расы мечей опустился на одно колено и опустился на землю. Обе его руки схватились за голову, когда он, дрожа, поднял голову и взвыл в небеса. Лааааааассин хватку! Предок расы мечей закричал с мучительным выражением лица. Подумать только, что этот человек прибегнет к такому презренному способу. Хе-хе. В этот момент Линьфан рассмеялся. Держи мяч в руке, и весь мир будет принадлежать ему. Убийство с такой жестокостью это не то, что обычные люди могли бы когда-нибудь понять. Теперь же он мог потихоньку позабавиться с предком расы мечей. Глава 907. Почти получил ФЦК от Чики Аво. Неужели это очень больно? Линьфан поднял голову и заморгал глазами, как будто он был действительно невинен прямо сейчас. Предок расы мечей ничего не ответил. Однако, пока один из них не ослеп, они смогут разглядеть это гримасничающее выражение его лица прямо сейчас. Та боль, которую он испытывал, не была чем-то, что обычные люди могли бы когда-либо понять. Чики, выходи и посмотри. В этот момент Линьфан выпустил Чики. Старина, что ты здесь делаешь? Ясные куриные глаза Чики невинно смотрели на Линьфана. Он не знал, что делать с этой рукой своего старого брата. Кончай нести чушь. Пойдемте, я вас познакомлю. Это предок расы мечей, сказал Линьфан. Предок расы мечей медленно повернул голову. Когда он увидел Чики, его сердце наполнилось глубоким стыдом. Ай! Предок расы мечей снова взревел. Он хотел войти в режим СЕЕД, но прежде чем этот рев успел закончиться, огонь в его сердце погас. Используя только немного силы, Линьфан почти лишил его жизни по-настоящему. Ой-ой! Сверкающие капли пота стекали со лба предка расы мечей. Он не мог поверить, что в этом мире существует такое отвратительное искусство. Его тело меча было совершено. Как же так получилось, что он вообще не смог выдержать эту боль? Но действительность доказывала ему, что он действительно не может противостоять боли вообще. Ку-ку! Чики вытянул шею и посмотрел вниз на область паха предка гонки мечей, внимательно изучая его. Старина, что ты здесь делаешь? Озадаченно спросил Чики. Когда предок расы мечей увидел, как этот проклятый цыпленок осмелился подойти поближе, чтобы изучить ситуацию, он вообще не мог этого вынести. Попроваливай! В противном случае, я побью тебя. Голос предка расы мечей дрожал, когда он терпел сильную боль так сильно, как только мог. Он использовал все свои последние силы, чтобы даже выть. А Чики был ошеломлен. Используя оба крыла, чтобы похлопать себя по груди, он посмотрел на Линьфана своими жалкими куриными глазами. Старина он испугался Чики. Твою мать! Как ты смеешь пугать мою цыпочку? Ты хочешь умереть, что ли? Линьфан снова ударил тяжелой рукой, причинив предку расы мечей совершенно невыносимую боль. Ах ты собачка ты! Предок расы мечей взревел в небеса с безграничной яростью. Он не мог этого вынести. Чики, он назвал тебя докшты. Что ты хочешь делать? Спросил Линьфан. Старина бро, кажется, он ругает тебя, а не меня. Чики тряхнул головой, давая понять, что он не дурак. Вам обоим, псы-пис, лучше бы дождаться своего предка. Ваш предок не будет вам, ребята, прочь тело. Предка расы мечей неудержимо дрожала прямо сейчас, когда он вырвался вперед с этим несравненным мечом воли. Однако в данной ситуации он не имел никакого смысла. Вы это слышали? Он же тебя ругал. А теперь ты мне веришь? Снова спросил Линьфан. Ку-ку. На этот раз Чики был по-настоящему взбешен. Расправив крылья, он взмыл в небо. Используя свою маленькую куриную лапку, он пронесся по воздуху и сильно ударил ногой в лицо предка расы мечей. Гнев Чики даст тебе пинка в морду. Когда Линьфан увидел это, он расхохотался вместо этого. Ха-ха. Как ты себя чувствуешь сейчас, предок расы мечей? Даже моя цыпочка может оскорблять тебя вот так. Какие еще возможности у вас есть? Линьфан громко расхохотался, задавая этот вопрос. Предок расы мечей был предком расы, несмотря ни на что. С его огромной силой он прошел через бесчисленные эпохи. Но прямо сейчас он был обречен в руках Линьфана, и кроме того, он должен был вынести оскорбление Чики. Как он вообще мог вынести такое? Черт возьми! Предок расы мечей взревел. Человек. Ты презренный и бесстыдный. Еще сильнее. Линьфан использовал больше силы, и предок расы мечей снова начал кричать. Этот конкретный крик был чрезвычайно печальным, и любой, кто слышал его, мог бы почувствовать ужасы, связанные с ним. Расслабься. Прямо сейчас, предок расы мечей был безмерно огорчен. Он был обманут Линьфаном. Если бы он знал, что так и будет, то никогда не осмелился бы быть беспечным. Но теперь для этого было уже слишком поздно. А, Чики, что ты делаешь? В этот момент Линьфан внезапно понял, что Чики теперь стоит позади предка расы мечей. Расправив крылья, Чики полностью накрыл пятерки предка расы мечей. Старый братан. Я хочу, чтобы он узнал о силе вашего Чики. Чики поднял голову и произнес внушительным тоном. Эх. Линьфан был ошеломлен. Это мать-цкер. Убирайся отсюда. Предок расы мечей пришел в ярость. Он был предком целой расы. Как он может быть опозорен курицей? Ку-ку-ку-ку-ку-ку. В этот момент глаза Чики засияли ярким блеском. Казалось, что он так долго сдерживался, что теперь уже чувствовал себя несчастным. В такой ситуации, как это, в принципе не было никакой необходимости даже различать мужчин и женщин больше. Но как Линьфан мог позволить Чики делать что-то подобное? Пяк. Девять-пять легендарных кирпичей появились в его руках, и он сразу же выбил предка гонки мечей. Затем он встал и посмотрел на бесчувственного предка гонки мечей, его губы скривились в усмешке. Эту битву сегодня можно было бы считать просто потрясающей. Учитывая его чрезвычайно высокий интеллект, он сумел жестоко уничтожить другую сторону. Ну и что с того, что он был предком расы мечей? Он все еще был трахнут назад и над Линьфан, внутри самого рая. Тело предка расы мечей спокойно плыло там, в то время как тысячи ветвей деревьев вырвались из мифического дерева зонтика и полностью завернули его в них. Линьфан ударил своим мечом, мгновенно уничтожив тело предка расы мечей. Капли свежей крови пролились в пределах рая. Внутри каждой капли крови была несравненная воля меча. Эти мечевые завещания можно было считать разрушительными для земли, и они обладали необычайной мощью. Они принесли огромную пользу всем живым существам рая. Каждая свежая капля крови обладала сущностью предка расы мечей. Что касается обычных живых существ, то если бы они смогли получить хотя бы одну каплю крови предка расы мечей, они могли бы завершить свою несравненную мечевую волю. Излишне было объяснять эффект от такого количества крови, которой было доступно прямо сейчас. Поглощай день. Поздравляю с убийством предка расы мечей. День. Очки опыта день состояния культивации выровнялась. Незапамятно древнее государство нижнего уровня. Линьфан чувствовал, как все его тело наполняется непревзойденным количеством энергии. В каждой его клетке, в каждой капле крови таилось таинственное количество энергии, которое прямо сейчас циркулировало внутри него. Один его кулак мог разбить в дребезги целый мир. Именно такое чувство сейчас испытывал Линьфан. Незапамятное древнее государство нижний уровень. Это было состояние, которое ни одно среднее живое существо никогда не могло бы надеяться когда-либо превзойти. Но для Линьфана это было всего лишь отправной точкой. Даже если бы это было какое-то более высокое состояние культивации, Линьфан имел уверенность в его достижении. Что же касается этих чрезвычайно могущественных существ, то Линьфан твердо верил, что сможет убить их всех в один прекрасный день. Дух оружия в длинном мече предка расы мечей распростерся на земле и кричал, моля о пощаде прямо сейчас. Но для Линьфана все это были не более чем тоники. Скрип, сжимая его рукой, дух оружия разлетелся на части, и мистическое оружие этого уровня превратилось в бесконечный поток чистой энергии. Закон, который содержался в нем, был также полностью поглощен Раем. После того, как кристаллизованные стены Рая поглотили энергию, они тоже начали дышать. Кристаллизованные стены были похожи на куски мяса, которые пульсировали прямо сейчас. В них были даже живые существа, которые прямо сейчас воспитывались. В конце концов, этот рай будет в конечном итоге модернизирован Линьфан в мир. С другой стороны, легендарные предметы внутри неба и земли Корюшка боролись в этот момент. Будучи пойманными в ловушку в этом пространстве, они неоднократно были. Все эти легендарные предметы имели свою жизнь для них. На самом деле, некоторые из их сил были нигде не слабее, чем у Линьфана. Каждый из этих духов легендарных предметов имел свое собственное сознание. Они хотели превзойти все и прорваться через царство легендарных предметов, в конечном счете достигнув истинного физического тела своего собственного. Линьфан небрежно выдернул палец, и в его ладони легла таблетка. День поздравляю с открытием природного эликсира. Природный эликсир. Безмерное количество чудесных эффектов позволяет подниматься в любое время. Дух таблетки внутри эликсира боролся в ладонях Линьфана, пытаясь сбежать. Глава 908. Идите вперед, мои молодые, отпусти меня. Дух пилюли природного эликсира взревел от ярости, пытаясь вырваться из рук Линьфана. Однако теперь, когда он был в руках Линьфана, как тот мог позволить ему сбежать? Природный эликсир был своего рода божественной пилюлей. Тот факт, что у него может быть дух таблетки, был тем, что ожидал Линьфан. Человек, пока ты меня отпускаешь, я могу привести тебя в мир таблеток. Там вы сможете найти пилюлю гонки легенд. Каждое отдельное живое существо там формируется из божественных пилюль. Как только вы проглотите их, вы определенно можете взлететь в небо и подняться на путь вечности. Пилюля духа природного эликсира пыталась соблазнить Линьфана, чтобы он смог сбежать из этого места. Он был природным эликсиром. Он не был чем-то, что эти обычные существа могли бы пожрать. Он хотел править всем миром и путешествовать по нему, с презрением глядя на массы людей в мире. Черт возьми, ну почему эта чертова таблетка такая болтливая? Разве человек не может просто попить немного таблеток в покое сейчас? Линьфан был в отчаянии. В прошлом таблетки были такими замечательными вещами. Они просто будут молчать и делать то, что им положено делать. Человек, у тебя будет ужасная смерть. Я проклинаю тебя. Скрип. Дух пилюли природного эликсира изрыгал бесконечное количество проклятий в уши Линьфана. От неизвестности Линьфан мог даже почувствовать некоторую силу проклятий, спускающихся на него. Но для него сила этих проклятий была чем-то, что не стоило даже одного удара, так как оно немедленно рассеялось. Прямо сейчас Линьфан уже обрел свое вечное древнее нетленное тело, которое было непроницаемо для всех зол. Подумать только, что это жалкая маленькая сила проклятий будет думать о повреждении его тела. Вот это была глупая мечта. Ты такой жестокий. У тебя определенно будет плохой конец. Эликсир природы испустил свой последний крик. Линьфан бросил таблетку прямо в рот и принялся жевать ее. Вкус был довольно приличный. Между его зубами начало курсировать бесконечное количество энергии. День поздравляю с употреблением эликсира природы. День. Очки опыта плюс 100 000. Дикое поведение Линьфана полностью вошло в глаза этих легендарных предметов внутри небесного и земного запахов. Сразу же все они начали тараниться и пытаться сбежать с небес, а земля пахла так, словно на кону стояла их жизнь. В этот момент Линьфан выхватила у него текстовый символ. День поздравляю с открытием легендарного предмета. Текстовый персонаж демон. Слово демон было совершенно черным, как смоль. Каждый удар этого слова содержал в себе несравненный даа, как будто он мог контролировать чей-то ум и дух. Бесконечные демоны внутри него безумно выли. Он представлял собой истинную сущность демонов во всем мире. Черт возьми. Черт возьми. Дух демона знал, что ему больше не удастся сбежать, и так же, как и природный эликсир. Он мог только проклинать Линьфана. Этот текстовый символ, похоже, будет иметь много применений. Возможно, он может поднять силу колеса демонического бога. Слияние. Линьфан проглотил символ текста демона, и в результате таинственные руны на колесе демонического бога начали сливаться вместе с символом текста демона. Толстая демоническая ци обернулась вокруг колеса демонического бога и слилась, дополняя друг друга. Демонический бог стоял на краю безграничного мира демонов и яростно выл, разрывая кристаллические стены демонов и прорываясь к еще одному более высокому состоянию. День. Успех слияния. Колесо демонического бога перешло в царство демонов. Там было бесчисленное количество легендарных предметов внутри неба и земли пахло. На этот раз Линьфан действительно наткнулся на астрономическое богатство. Не заботясь больше ни о чем, он сожрал их всех вместе. Некоторые из духов оружия легендарных предметов яростно выли, когда они сражались и боролись. Однако все это было напрасно. День поздравляю с поглощением эликсира иньян. День поздравляю с пожиранием девяти оборотов золотой пилюли Будды. День поздравляю с открытием золота, гремящего божьим металлом. Все таблетки были превращены в очки опыта, в то время как некоторые из легендарных материалов были сплавлены в рай, чтобы стать одним целым с ним. Что касается Линьфана, то это был самый счастливый момент для него. Что-то взрывоопасное происходило в его раю. С таким огромным количеством легендарных предметов, повышающих его отпечаток Цанати Парадиси, который не был активирован в течение длительного времени, теперь начал яростно взбиваться, и ряд живых существ появился один за другим. Радиус рая непрерывно расширялся по мере того, как кристаллизованные стены рая вновь начинали обновляться, постепенно делая шаги к тому, чтобы стать реальным миром. По мнению Линьфана, даже рай самых могущественных существ не может быть столь же сильным, как его собственный. Прямо в тот момент, когда Линьфан собирался прорваться, кучка демонов внешнего мира пряталась в бесконечной пустоте. С тех пор, как их нагадил этот злой лорд, они бесстыдно прятались в пустоте и просто ждали своего часа. Эти чрезвычайно могущественные существа были просто слишком сильны. Дьяволы внешнего мира знали, что им не сравнится с ними. Но именно в этот момент Аура, исходящая от Линьфана, который был в самом разгаре культивирования, привлекла демонов внешнего мира со всего мира. Пара зловещих мерзких глаз уставилась на Линьфана с ужасным блеском. Этот человек теперь совсем один. Он сейчас в самом разгаре культивации. Если мы бросимся на него вместе, мы определенно сможем захватить его тело и вырвать у него все. Это запах легендарных вещей. Я так давно не вдыхал этого запаха. Среди демонов внешнего мира был король демонов внешнего мира. Его глаза светились жадным блеском. Этот человек перед ним просто выглядел слишком аппетитно. Этот проклятый злой лорд. Подумать только, что он притащит нас сюда. Даже если эти чрезвычайно могущественные существа не наложили на нас свои руки, они определенно убьют нас, как только все закончатся, сказал король внешних демонов резким тоном. Они любили обладать телами тех, кто уже был мертв. Даже если бы это были самые могущественные существа, если бы они были мертвы, эти дьяволы внешнего мира были бы в состоянии захватить их тела и получить все их. Однако эти чрезвычайно могущественные существа определенно не дали бы им шанса сделать это. Пока время не пришло, они определенно убьют всех демонов внешнего мира. Для этих дьяволов из внешнего мира это было совершенно невыносимо. Мои дети, идите вперед и бросайтесь в его тело. Мы все у него украдем. Король дьяволов внешнего мира взревел. В тот же миг миллионы и миллионы этих дьяволов внешнего мира ринулись вперед и вцепились в Линфона своими острыми зубами и когтями. В этот момент рай Линфона претерпевал некоторые изменения. Большое количество легендарных предметов сразу же довело его райский уголок до высочайшего состояния. Облака яростно грохотали, а молнии то и дело вспыхивали и потрескивали. Бесконечное количество живых существ изливалось вперед, поскольку до рая изменялась в этот момент. Это был процесс обновления мира. Земные огни и небесные ветры проносились так, словно они собирались уничтожить этот мир. Линфон почувствовал головную боль прямо сейчас. Подумать только, что он позволил бы случиться чему-то подобному из-за минутной небрежности. Подавить Линфон мог только использовать все свои силы, чтобы попытаться подавить эти земные огни и небесные ветры. Надо было еще позаботиться о бесконечном бедствии сотворения мира. Если бы кто-то захотел возделывать целый мир вне их рая, им пришлось бы пережить бедствие. Даже самые могущественные существа нашли бы это чрезвычайно трудным для выполнения, не говоря уже о ком-то вроде Линфона, чье состояние культивации было только на незапамятном древнем государственном более низком уровне. В этот момент Линфон стоял в своем раю и наблюдал за бесконечными бедствиями. Большой древний демон и все остальные духи оружия тоже нахмурились. Они могли чувствовать огромное количество силы, которая накапливалась в этом раю прямо сейчас. Рай вот-вот превратится в целый мир. Несмотря ни на что, мы должны подавить это бедствие, сказал Линфон. Старина, не беспокойся об этом. Слава или поражение, мы все будем стоять вместе. Даже если нам придется отдать за это свои жизни, мы будем защищать этот раяура. Большого древнего демона яростно грохотало, когда плотная демоническая ци свернулась спиралью. Он был готов нанести удар, чтобы подавить это. Не должно быть никаких опасений о потере жизни. Однако тот факт, что рай хочет превратиться в мир, является чем-то, что противоречит естественному порядку вещей. Целью этих бедствий является рай. Они просто пытаются остановить его от обновления. Еще когда Линфон прошел через циклон духовной ци, он уже понял, что его рай будет иметь большие достижения, чем другие. Теперь, когда он поглотил бесконечные легендарные предметы и довел его до состояния вершины, естественно, пришло время обновить еще раз. Бум! Именно в этот момент пришла беда. Бейте отсюда, Линь! Фан закричал, прежде чем бороться с бедствием изо всех сил. Но именно в этот момент произошло то, что поразило Линьфона. Глава 909. Какой великолепный подвиг! Ха-ха! Мы сейчас войдем. Тело этого человека? Дьяволы внешнего мира заберут его сейчас же. Это грозное тело. Если мы доберемся до него, мы наконец-то получим опору в этом мире. Молодые люди, пожирайте все. Этот человек уже принадлежит нам. Король дьяволов внешнего мира закричал, выпуская разочарование из своего сердца. После такого долгого времени он, наконец, нашел могущественное существо, которое обладало достаточной силой, чтобы они могли извлечь выгоду. Некоторые из других королей внешних миров демонов уже вверили себя телам некоторых могущественных существ и смешались с остальными тысячами раз. Для этих дьяволов внешнего мира, пока они будут владеть одним телом, даже самые могущественные существа не смогут идентифицировать их. Держись! Нехорошо! Ай! А это что такое? Что происходит в раю этого человека? Почему здесь так свирепствует эта неистовая сила? Помогите! Я хочу выбраться отсюда! Я не хочу умирать здесь! В этот момент неистовые силы проносились сквозь пустоту внутри рая, как обезумевший дракон. Все эти дьяволы из внешнего мира были похожи на бумагу, которая мгновенно превращалась в пепел. А как обстоят дела сейчас? Линьфан был немного ошарашен. То, что происходило прямо сейчас, казалось, немного выходило за рамки его ожиданий. Даже большой древний демон и все остальные были одинаково ошеломлены. Они уже полностью подготовились к тому, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Но подумать только, что как раз в тот момент, когда они собирались нанести удар, огромная куча парней бросилась бы туда, чтобы блокировать это ужасное бедствие. Ребята, взгляни-ка. Вот что такое истинные самаряне вы. Этот момент Линьфан закричал. Он чувствовал, что перемены в этом мире были действительно слишком велики. Он уже понял, что это были так называемые дьяволы внешнего мира. Но подумать только, что эти дьяволы из внешнего мира ворвались бы в его рай, не испытывая ни малейшего страха перед смертью. Как раз в тот момент, когда они ворвались внутрь, на землю обрушилась катастрофа сотворения мира. И эти дьяволы из внешнего мира были просто в пути, чтобы заблокировать его. Так вот что ты называешь праведным? Сокрушался Линьфан. Старый бро, то подумать только, что в этом мире могут быть такие добросердечные изверги внешнего мира. Раз уж они такие добросердечные, может, пойдем им поможем? Спросила милая и невинная летящее небо. Линьфан отмахнулся от него и спокойно ответил. Вы только посмотрите на их лица, как он тверд и решителен. Как это дико. Если бы мы вмешались прямо сейчас, они могли бы почувствовать, что мы смотрим на них сверху вниз. Поэтому давайте просто посидим и понаблюдаем за их доблестным поступком. Мы будем ждать до самого последнего момента. Если кто-то из них еще останется в живых в то время, мы выразим им свою благодарность к тому времени. Линьфан хотел хихикнуть в своем сердце. Однако для того, чтобы выразить свое уважение к этим дьяволам внешнего мира, он мог только подавить свой смех внутри себя. А, понятно. Ты прав, старина. То, как эти дьяволы внешнего мира настолько праведны, действительно чрезвычайно редко можно увидеть. Просто слушая их вопли, мы можем сказать об их решимости. С помощью этих дьяволов из внешнего мира мы действительно можем сесть и расслабиться. Давайте просто пожевать немного семян дыни и наслаждаться шоу. Линьфан пошел в землю и схватил несколько семян дыни, прежде чем раздать по одной пачке каждому человеку. Линьфан и другие духи оружия затем стояли там и жевали семена дыни, поднимая головы и наблюдая за ситуацией впереди. Что же это было за величественное зрелище, когда собрались миллионы и миллионы инопланетных демонов? Они были плотными и густыми, покрывая все небо. В раю небо сейчас было совершенно черным. В то же время время от времени из темноты появлялись искорки света. Спасите меня. Я хочу уехать отсюда. Это же катастрофа. Бедотворение мира. Мы вообще не можем с этим бороться. Этот человек прямо сейчас обновляет свой рай. То, что мы бежим в это место прямо сейчас, просто практически помогает ему бороться с бедствием. Великий король поторопись и спаси нас. Мы больше не можем держаться. Бесчисленные демоны внешнего мира вопили во всю мощь своих легких. Даже при том, что они были сильны. Застряв прямо в точке извержения бедствия создания мира, они просто хотели умереть. Миллионы и миллионы внешних демонов. Как долго они смогут продержаться? Царь внешних демонов завыл, когда он ударил по кристаллизованным стенам рая своей безграничной силой, пытаясь создать брешь в нем, чтобы он мог переместить всю свою армию. Но, к его отчаянию, хотя попасть в этот рай было легко, выбраться оттуда оказалось чертовски трудной задачей. Продолжайте сражаться. Отлично видно, дьяволы внешнего мира. Мое мнение о вас, ребята, сильно изменилось. Самаритяне. Где еще в мире можно найти таких самаритян? Это действительно слишком редко. Линьфан поднял голову и захлопал в ладоши, подбодривая демонов внешнего мира, чтобы показать, что он возлагает на них большие надежды. В тот момент, когда король внешних демонов услышал эти слова, он даже не мог больше нормально дышать. Ему действительно хотелось крикнуть в ответ. Молодец, твоя мать, выпустите нас. Король дьяволов внешнего мира взревел от ярости. А, ребята, позвольте вам продолжить выступление? Да, да. Вы определенно заслуживаете такой чести. Теперь я все понимаю. Спасибо вам всем, сторожилы. Линьфан сделал вид, что не расслышал их правильно, и крикнул после того, как понял их точку зрения. Да пошел ты. В тот момент, когда король внешних демонов услышал это, он взорвался. Но в этот момент вся пустота вспыхивала молниями, земным огнем и небесными ветрами, как будто они были свободны от платы за раздачу. Дождь лил безжалостно, обрушиваясь на демонов внешнего мира с такой силой, что они были совершенно ошеломлены. Трагические крики и вопли никогда не прекращались, когда они заполняли весь рай. Старый братан, у меня кончились семена дыни. Большой древний демон посмотрел на Линьфана и сказал. Он чувствовал, что эти семена дыни действительно имели довольно приличный вкус. Теперь ешь помедленнее. Вы просто запихиваете их в рот один захват за другим, даже не выплевывая раковины. Как грубо. Заметил Линьфан, хватаясь за очередную связку семян дыни. Но ведь это так вкусно. Этот вкус действительно замечательный. Глядя на чудесные действия дьяволов внешнего мира во время живания семян дыни. Это действительно лучшие дни. Воскликнул большой древний демон. Вот именно. В этом мире все еще есть истинные самаряне. Добавил дух Биггры. Хайс. Но эти дьяволы внешнего мира, если бы я только мог превратить их в учителей моей академии электроконвульсивной терапии, как это было бы замечательно? Тогда мир действительно станет лучше. Король грозовых тренеров с сожалением вздохнул. Линьфан вздохнул вместе с остальными духами оружия. Их глаза светились уважением. Все вы, ребята, слушайте их внимательно. Посмотрите, как полны и великолепны их формации и крики. Прокомментировал Линьфан. Вот именно. Они действительно проявляют какое-то необыкновенное упорство. Даже если им придется пожертвовать собой, они ни в малейшей степени не отступят. Этот их дух-то, что мы все хотели бы сделать хорошо, чтобы учиться. Восхитительно сказал большой древний демон. Старина, а почему они говорят так, будто ругают нас? Летающие небеса спрашивали немного подозрительно. Это потому, что они намеренно пытаются взволновать нас, чтобы мы вообще не пошли им на помощь. Ответил Линьфан, жуя семена дыни. А, понятно. Через бог знает сколько времени лица Линьфана и остальных стали еще более серьезными. Их лица, когда они смотрели на демонов внешнего мира, были полны восхищения. Прямо сейчас из всех этих миллионов и миллионов демонов внешнего мира, был только один стоящий. Рай начал обновляться по мере того, как обширные равнины расширялись. Сущность циф всего мира была намного толще, чем раньше, так как шары жизненной силы начали формировать живые существа одно за другим. Хотя это был всего лишь чрезвычайно примитивный мир, который займет довольно много времени для начала цивилизации, все это было достаточно для Линьфана прямо сейчас. В этот момент Линьфан не слишком беспокоился об этом мире. Он должен был сделать кое-что еще. Единственный оставшийся дьявол внешнего мира стоял в пустоте безучастно, как будто он был заморожен и не знал, что делать в течение долгого времени. Глава 910. Полная разбивка король демонов внешнего мира тупо стоял в пустоте. Поначалу у него было заоблачное и честолюбивое желание схватить за тело могущественное существо. Но прямо сейчас, еще до того, как он коснулся хотя бы одной пряди волос этого могущественного существа, вся его армия уже пала, оставив его в качестве одинокого командующего никем. Сторожил. Линьфан и другие духи оружия собрались вокруг короля внешних миров демонов с ним в центре. Он испуганно вскрикнул и тут же захотел дать отпор. Но в этот момент чья-то одинокая рука легла на плечо короля дьяволов внешнего мира, заставив его внезапно замереть. Его отчаявшееся сердце начало слегка дрожать. Старина, не надо сейчас волноваться. Все кончено. Теперь ты в безопасности прямо. Сейчас Линьфан действительно хотел разразиться диким смехом без каких-либо ограничений вообще. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, он определенно должен был сохранять хладнокровие. Он не должен был разбивать сердце другой стороны. Я, это отвратительное лицо короля дьяволов внешнего мира было несколько осунувшимся. Он чувствовал, что все произошло слишком внезапно. Тебе вовсе не обязательно это говорить. Мы все можем это понять. Этот великолепный подвиг, который вы совершили, не будет забыт миром. Мы обязательно вырежем вас глубоко в глубине наших сердец. Заверил его Линьфан. Вот именно. Подумать только, что среди внешних демонов есть такой благородный и праведный демон, как ты. Это то, что было чрезвычайно трогательно и поразительно для нас, сказал большой древний демон. Хайс. Самаритянин, король громогласных тренеров не смог удержаться от комплимента и вздохнул. Я, король внешних демонов, снова открыл рот. Но прежде чем он успел что-то сказать, Линьфан резко оборвал его. Тебе вовсе не обязательно это говорить. Я знаю, что у вас должно быть много слов, которые вы хотите выразить прямо сейчас. Однако, старина, вы уже взяли на себя огромную потерю на этот раз. Все эти миллионы и миллионы внешних демонов, которых вы потеряли, когда они поклялись своими жизнями защищать рай, это то, что чрезвычайно взволновало меня. Если бы не вы, ребята, это определенно было бы довольно трудно для этого рая, чтобы перейти в мир. Сказал Линьфан, я, я знаю, что ты сейчас скажешь. Не волнуйтесь, они не умрут просто так. Я буду выполнять их волю и решимость, и продолжу расти с этого момента. Линьфан изо всех сил пытался сдержать свой смех, когда он сказал с прямым и праведным лицом, заткнись. Может ты просто дашь мне закончить с моими словами, был король дьяволов внешнего мира. Подумать только, что в его жестоких глазах могут быть слезы. Нет, старина, только не плачь сейчас. Ты же мужчина. Линьфан успокаивающе похлопал его по плечу и сказал. Я знаю, что это такое. В этот момент король дьяволов внешнего мира больше не мог сдерживать слезы сожаления, которые лились вниз. Многомиллионная армия дьяволов внешнего мира даже не прикасалась ни к чему и была просто создана, чтобы блокировать бедствие создания мира другой стороной ни за что. И прямо сейчас каждая фраза, сказанная другой стороной, была просто сродни мечу, который безжалостно пронзал внутреннее сердце короля внешних демонов. Этот человек был слишком большим зверем. Ты можешь меня отпустить? Прямо сейчас король внешних демонов больше не хотел ничего говорить. Все, что он хотел сделать, это покинуть это место. Все его амбиции рассеялись, как дым. А сейчас он просто хотел найти тихое место и пойти выплакаться. На этот раз это была огромная потеря. Он никак не мог оправиться от этого без тысячи лет или около того. Хайс. Это совершенно респектабельно. Подумать только, что ты поспешишь уехать, как только сделаешь доброе дело. Этот дух-то, с чем мы даже не можем сравниться. Еще раз посетовал Линьфан. Ух, король демонов внешнего мира схватился за грудь и тут же выплюнул полный рот застарелой крови. Он больше не мог этого выносить. Старикан, да что с тобой такое? Тут же спросил Линьфан. Нет, пожалуйста, я просто хочу уйти. Король дьяволов внешнего мира хотел все это обсудить с другой стороной. Но теперь, когда он был единственным выжившим, за что еще можно было сражаться? Там, где есть лес, есть и дрова, которые можно сжечь. Прямо сейчас король внешних демонов хотел реформировать свою гигантскую армию. Но предпосылкой для этого было то, что он должен был сначала сохранить свою жизнь. Хорошо, поскольку старик хочет уйти, я не стану заставлять его остаться. В этот момент в этом примитивно сформированном мире появился проход. Король дьяволов внешнего мира посмотрел на Линьфана. Эти его вялые глаза светились бесконечным отчаянием за свое будущее, когда он медленно ковылял к этому проходу. Все, что произошло сегодня, было слишком сильным ударом для него. На мгновение или около того, он действительно не мог смириться с этим полностью. Вся его гигантская армия только что была уничтожена прямо на его глазах, и подумать только, что он даже не мог ничего с этим поделать. Это бедствие мирового созидания было ужаснее всего остального. Если бы не тот факт, что эта катастрофа сотворения мира даже не была нацелена непосредственно на них, даже он не смог бы сделать это живым. Старина «Счастливого пути». Поначалу Линьфан намеревался прикончить этого короля из внешнего мира до смерти, но, поразмыслив, он решил отказаться от этой идеи. Это было нелегко и для короля внешних демонов тоже. Его огромная армия, насчитывавшая миллионы и миллионы солдат, исчезла вот так, без единого остатка. Если бы это был кто-то другой, они бы давно умерли от тоски. Кроме того, если бы не эти изверги внешнего мира, мог ли его рай успешно обновиться до мира, это совершенно другой вопрос. Теперь, когда рай превратился в целый мир, демонам внешнего мира было чем гордиться. Поскольку это было так, он мог бы также позволить этому королю внешнего мира отступить. Тогда король демонов внешнего мира подошел ко входу в коридор и повернул голову, чтобы посмотреть на Линьфана и остальных. Его вялые глаза горели в полной растерянности. Старина, иди помедленнее. Линьфан махнул рукой, говоря, старикан, приходите к нам, когда у вас будет такая возможность. Добавил большой древний демон. Желаю вам счастливого пути. Надеюсь, вы придете и будете нашим гостем снова в следующий раз, сказал дух Биггры. Ух, тело короля демонов внешнего мира дернулось, когда он схватился за грудь. Если он останется здесь и дальше, то наверняка умрет от гнева. Я так и сделаю. Прямо перед тем, как король внешних демонов покинул это место, он оставил эти слова и полностью исчез. После ухода короля демонов внешнего мира Линьфан больше не мог сдерживать свой смех. Ха-ха-ха. Твой папа сейчас чуть не смеется до смерти. Разве я могу быть счастлива? Линьфан дико расхохотался. Он не ожидал, что в самый критический момент кучка инопланетных демонов ворвется в его рай, как саранча. Таким образом, они полностью блокировали катастрофу сотворения мира. Это была армия дьявола внешнего мира, которая насчитывала миллионы. Это была такая могучая сила, которая только что погибла в этом раю, даже не зная почему. Если бы кто-то еще был в этих туфлях, они определенно нашли бы это невозможным, а также терпеть. Вспомнив выражение лица короля демонов внешнего мира, Линьфан не смог удержаться и снова расхохотался. Это было слишком чертовски жалко для него. Большой древний демон и другие духи оружия тоже безумно рассмеялись. Они смеялись так сильно, что их болтающиеся яйца уже болели. Старый братан, кажется, что наша удача действительно невероятна. Держу пари, что король дьяволов внешнего мира сейчас даже подумывает о самоубийстве, сказал большой древний демон. Это уж точно. Армия из миллионов и миллионов это была немалая цифра. Теперь, когда они все были уничтожены, независимо от того, насколько сильно сердце короля дьяволов внешнего мира, ему определенно будет трудно проглотить этот инцидент, ответил Линьфан. Значит, мы действительно позволяем этому королю внешнего мира вот так запросто отделаться от нас? Спросил король грозовых тренеров. Линьфан посмотрел вверх в пустоту и спокойно улыбнулся. Вот именно. Как мог кто-то вроде меня, который всегда так благодарен и добр к другим, убить того, кто достиг такой великой заслуги? Глаза Линьфана сияли глубоким взглядом, как будто он видел будущее насквозь. В этот момент король внешних демонов вышел из этого прохода с тяжелым сердцем. Черт возьми, черт бы побрал этого проклятого ублюдка. Я клянусь своим статусом демона внешнего мира, что убью его, несмотря ни на что. В тот момент, когда король внешних демонов вышел, он взревел в яростной ярости. Он не мог поверить, что его великая армия была уничтожена вот так просто. Рев. В этот момент раздался бешеный рев. Его сопровождала целая серия аур. Ребята, проверьте это. Это же король изгоев внешнего мира. Король изгоев внешнего мира – это член королевской семьи изгоев внешнего мира. Там, безусловно, будет много преимуществ, чтобы получить от его убийства. Убей. Поехали. В тот момент, когда он услышал эти голоса, король внешних демонов был ошеломлен. Внезапно он обнаружил себя окруженным большой группой существ из тысяч раз. Человек, я определенно убью тебя. Король дьяволов внешнего мира не колеблись бросился бежать немедленно. Его сердце было наполнено бесконечной яростью. Подумать только, что человек все еще будет бить его ножом в спину даже после всего этого. Глава 911. Пять долой ладонью с его раем модернизированным в мир. Это было качественное изменение для Линфона. День титул создателя. Культурные миры. 3.1.0.0.0. Что касается этого титула создателя, Линфон действительно не знал, какую пользу он имел. Если бы он только культивировал миры и все такое, то это было бы слишком скучно. В этом новообразованном мире уже присутствовало довольно много живых существ. Все эти живые существа были нормальными живыми существами, приходящими во всех формах и типах. Никто толком не знал, к какому виду они принадлежат. Однако Линфон чувствовал, что должен дать этому новому миру имя. Происхождение. Начало всего сущего. Это было вполне приличное имя. И вот так Линфон радостно решил название своего нового мира. Даже при том, что состояние культивации Линфона прямо сейчас было на более низком уровне незапамятного древнего государства, он определенно мог раздавить любого на среднем уровне. На самом деле, даже если бы они были существами высшего уровня, он мог бы взять их вниз, заимствовав некоторую внешнюю помощь. Что касается уничтожения этих незапамятных древних государственных существ с полным развитием, то это было бы немного сложнее. Хотя, если бы он мог встретиться с более тупыми, как предокрасы мечей, он был бы в состоянии скосить их мирно. Но, по мнению Линфона, это было крайне редко, чтобы найти. В конце концов, не так уж много было таких, как предокрасы мечей, которые культивировали мечи, пока он не стал глупым. Один месяц спустя, Линфон бесцельно бродил по всему дому. За это время он встретил несколько преследований со стороны врагов. Все эти чрезвычайно могущественные существа уже ненавидели его до глубины души. Большинство легендарных предметов были украдены Линфоном. Поэтому прямо сейчас Линфон был просто человеком, которого все эти чрезвычайно могущественные существа должны были убить. Что касается того, где находились императрица Огненной Воды и демонический бог смерти, Линфон не имел слишком большого представления. Тогда, когда легендарные предметы были рождены, императрица Огненной Воды и демонический бог смерти отсутствовали. Это было что-то, что Линфон нашел любопытным. Может ли быть в мире что-то более важное, чем эти легендарные предметы? Как раз в этот момент что-то очень далекое привлекло внимание Линфона. Молнии вспыхивали повсюду, как будто кто-то разворачивал какое-то большое движение. Было даже несколько аур, которые излучались, чувствуя себя необычно. Но для кого-то вроде Линфона они даже не стоили упоминания, что все это значит. У меня, святого императора Нома, нет никаких претензий к вам, ребята. Почему вы так гоняетесь за своим императором? Человек был окружен пятью фигурами и не мог вырваться. За последние несколько лет святой император Нома улучшил свое состояние культивации до высшего государственного нижнего уровня. Все это произошло благодаря слиянию бесконечных миров. Если бы не тот факт, что бесконечные миры слились вместе и привели к тому, что воля мира стала сильнее, желание двигаться вперед с того места, где он был, было бы чрезвычайно трудно. И, поскольку его первоначальная сила была чрезвычайно грозной с самого начала, для святого императора Нома было естественно легко захватить вечные божьи престолы, которые были разбросаны повсюду. Пять небесных бандитов. Это были бандиты, сделавшие себе в последние годы печально известное имя. Их сила была огромна, и на них нельзя было смотреть сверху вниз. Прямо сейчас даже святой император Нома чувствовал, что эта ситуация была довольно неприятной, чтобы справиться с ней. Объединенные удары этих немногих людей едва не стоили ему жизни. Одним из небесных разбойников, преследовавших его, была женщина. Однако от нее с головы до ног разило убийственным намерением, когда она посмотрела на него со зловещим выражением лица. Все самые могущественные существа передали нам миссию, что пока мы убиваем тех, кто принадлежит к человеческой расе, мы определенно получим от них щедрую награду. Даже при том, что у вас нет вражды с нами, просто жаль, что вы слишком ценны. Выражение лица святого императора Нома сейчас было чрезвычайно ужасным. Это был адский беспорядок, в который его поместили. С тех пор, как произошло слияние бесконечных миров, он жил в уединении. Но кто бы мог подумать, что в тот момент, когда он выйдет, за ним будут охотиться пять могущественных существ только потому, что он был из человеческой расы. Сила этих пяти могущественных существ была такой же, как и у него. Их комбинированные техники были даже более смертоносными, чем любые обычные там. Если бы не тот факт, что у него с собой было сокровище, он, возможно, уже был бы мертв в их руках к настоящему времени. Тогда, когда бесконечные миры еще не слились воедино, не было никаких слухов о таких мощных существах вообще. Но никто не знал, откуда взялись эти парни, когда бесконечные миры слились воедино. Внезапно, появился приток могущественных существ. Мало того, их сила была ничуть не слабее, чем у любого из них. Зачем мы все еще тратим на него свое время? Просто отрубите ему голову, и мы сможем претендовать на награду. Убийство небесного бандита злобно рявкнул он. Там был шрам, который тянулся вниз от его головы до шеи, как будто кто-то однажды раскроил ему всю голову. Святой Император Нома настороженно посмотрел на пятерых мужчин, и его мысли начали бешено кружиться. Он должен был придумать способ быстро покинуть это место. Ай-яй, разве это не маленький Нома? Ух ты, почему ты так ужасно проводишь время и за тобой охотятся другие? В этот момент Линьфан вышел из пустоты и с удивлением оглядел все, что происходило перед ним. Лица пятерых небесных бандитов вспыхнули, когда они посмотрели в пустоту наверху. Святой Император Нома был также ошеломлен, когда он повернул голову. Это ты, парень? Когда он увидел, что человек, который прибыл, был Линьфан, Святой Император Нома вздохнул с огромным облегчением. Ну и молодец, наконец-то подоспела помощь. Впрочем, как этот парень называл его раньше? Маленький Нома, я трахну твоего отца. С каких это пор этот парень стал таким деспотом, что осмелился называть меня маленьким Нома? Малыш Нома, что это ты так ко мне относишься? Я же не этот парень. Пожалуйста, зовите меня чертовым человеческим королем. С неудовольствием сказал Линьфан. Еще один представитель человеческой расы. Пятеро небесных бандитов посмотрели на Линьфана и жутко ухмыльнулись, подумать только, что нам так повезло встретить двух представителей человеческой расы. Как только мы убьем вас, ребята, награда, безусловно, будет выше красивого. А вы кто такие, ребята? Спросил Линьфан. Парень, теперь тебе лучше быть осторожнее. Все эти парни могущественные существа высшего государства, преследующие небесного бандита, убивающие небесного бандита, убивающие небесного бандита, потрясающего небесного бандита и демона небесного бандита. Пятеро небесных бандитов выпрямили спины, как будто они очень гордились своей репутацией прямо сейчас. Это было особенно заметно, когда он увидел выражение лица того человека, который прибыл позже. Это заставило их чувствовать себя довольно хорошо. Это было выражение страха. Твою мать! У вас, ребята, есть обида на небеса или что-то еще? Преследовать, убивать, убивать, трясти или даже демона? Ну и какая же у вас месть, ребята? Все эти имена дерьмо. Чистое дерьмо. Наглый. Гоняясь за небесным бандитом, я вдруг пришел в ярость. Она никак не ожидала, что этот человек окажется таким дерзким. Парень, давай объединимся. Святой Император Намани знал, какова сейчас сила Линфана. Но он знал, что этот парень тоже не может быть слишком слабым. Если бы они оба объединили свои усилия, то шансы вырваться из этого затруднительного положения были бы довольно велики. Я отказываюсь. Мне не нравится, как ты меня называешь. Если ты назовешь меня королем, я помогу тебе. В противном случае, вы сами по себе. Сказал Линфан, пожимая плечами. Твою мать. Святой Император Намани ожидал, что этот парень будет так озабочен своим титулом в данный момент. На какое-то мгновение он потерял дар речи. Парень, сейчас не время устраивать истерику. Поспешно крикнул Нама Святой Император. До свидания, маленький Нама. Даже не повернув головы, Линфан приготовился покинуть это место. Хэм. Вы думаете, что можете приходить и уходить, когда пожелаете? Но это не так просто. Погоня за небесным бандитом взревела, когда астральные отцы прорвались сквозь пустоту. Однако, к их удивлению, Линфан даже не потрудился уклониться, когда он взял на себя этот шаг прямо. Затем он заметил с тоном несчастья. Всем вам, ребята, лучше быть на чеку. Как только я нанесу удар, все вы определенно должны будете умереть. Маленький Нама, как идут твои размышления. Если вы не можете согласиться на это, я сейчас уйду, и вы можете просто медленно вытащить его с ними. Нама Святой Император почувствовал, как его сердце пропустило удар прямо сейчас. Он знал о силе преследующего его небесного бандита. Та астральная цирания была крайне неумолима. Даже он не смог бы увернуться от него вообще. Но, чтобы подумать, что парень будет в состоянии взять его на себя только с его физическим телом в одиночку. Это было просто слишком больно. Гребаный человеческий король, давай объединим наши силы. Святой Император Нама больше ничего не мог сказать Линьфану и мог только изменить свой способ обращения к нему. Да, это уже больше похоже на правду. Хмыкнул Линьфан. Ну ладно, ты справишься с двумя из них. Давайте не будем затягивать битву. Мы должны придумать, как выбраться из этой неразберихи. Проревел Нама Святой Император. Обе его ладони начали светиться ярким светом. Казалось, что он был готов бороться с этим. Хайс. Подумать только, что только эти пять простых бандитов смогут заставить вас прийти в такое состояние. Это действительно довольно грустно смотреть. Просто посмотри на меня. Линьфан покачал головой, выходя из машины, и хлопнул ладонью по столу. Бам, бам, бам. Пятеро небесных бандитов даже не успели дать отпор, как их тела взорвались. Убить пятерых из них одним ударом ладони было довольно просто для нынешнего фаната Линь. Это Нама Святой Император мог только смотреть с разинутыми челюстями прямо сейчас, как будто он только что увидел призрака. Глава 912. Смешение с тысячами раз. Теты. Нама Святой Император на мгновение лишился дара речи. Сцена перед ним была немного ужасающей. Эти пятеро небесных бандитов ни в коем случае не были слабы. Иначе они никак не смогли бы довести его до такого состояния. Но, кто бы мог подумать, что этот парень Линьфан смог бы забить этих пятерых небесных бандитов до смерти одной ладонью. Это было просто ужасно. Против этих немногих ничтожеств высшего государства Линьфан был даже ленив, чтобы снять их. Чтобы даже не говорить об эмоциональном возбуждении, даже очки опыта от их убийства были практически ничем. Это было просто сродни убийству муравьев. Динь получил мириады преобразований маски. После того, как Линьфан убил пятерых небесных бандитов, из него выскочила маска, которая вызвала у Линьфана любопытство. Мириады масок превращений. Они способны превращаться в живые существа тысяч раз по вашему желанию. Эта штука не имеет большого применения. Поначалу Линьфан думал, что это может быть что-то хорошее. Но, после использования системы для проверки ее функций, Линьфан почувствовал, что это просто какой-то яцкшты. «Как ты можешь быть такой сильной прямо сейчас?» Выдохнул Нама Святой Император, чувствуя себя абсолютно недоверчивым. Когда несколько лет назад он встретил Линьфана, Святой Император Нама не мог отрицать, что сила другой стороны уже была сильнее, чем его. Но даже тогда он не был силен до такой ужасающей степени. «Дело не в том, что я сильная. Просто ты очень слаб», — Линьфан его уговорил. Святой Император Нама безмолвно посмотрел на Линьфана. «Хорошо, хорошо, отлично. Ты теперь такой замечательный, парень. Но, честно говоря, эти существа из тысяч раз принимали не то лекарства или что-то еще. Ваш Император всегда держался особняком и никогда не причинял неприятностей окружающим. Какого черта они гонялись за моей жизнью?» Линьфан пожал плечами. «Ну, просто потому, что вы не ходили вокруг, причиняя неприятности, не означает, что другие не ходили вокруг, причиняя неприятности. Раньше, когда там были эти легендарные предметы, спускающиеся или что-то еще, я украл огромную кучу их из-под носа у этих чрезвычайно могущественных существ. В тот момент, когда Святой Император Нама услышал эти слова Линьфана, его разум взорвался. Что ты сказал? Это ты сотворил весь этот бардак. Святой Император Нама вообще не мог этого понять. С самого начала в Древнем Святом мире было не так уж много представителей человеческой расы, и он не сделал ничего такого, что могло бы вызвать у кого-то недовольство. Итак, как же он стал мишенью для других без всякой причины? Но теперь, когда он услышал все, что сказал Линьфан, Святой Император Нама, наконец, понял. Беспорядок был весь создан этим парнем. Ты что, устал от жизни? Подумать только, что вы осмелились бы красть вещи из-под глаз самых могущественных существ. Неудивительно, что все они сейчас охотятся за человеческой расой. Значит, все это было создано тобой, парень. Воскликнул Святой Император Нама. Святой Император Нама внезапно понял, что этот парень был просто прирожденным смутьяном. И не только это, беспорядок, который он вызвал, был далеко необычным. Даже при том, что он не входил в контакт с самыми могущественными существами непосредственно, он знал, что времена изменились. И это была ужасная перемена. С тех пор, как бесконечные миры слились воедино, из ниоткуда выплеснулась целая туча могущественных существ. Это было так, как если бы все гении прошлого прорвались через какую-то запретную печать и взмыли ввысь, воспарив до самого верха. К чему может привести божественный небесный уровень 10, вечное состояние Бога прямо сейчас. Даже если это было высшее государство, их было довольно много. Давление, которое Святой Император Нама чувствовал в эти дни, было огромным. Каждое отдельное поколение будет иметь таланты, которые будут вести тенденции в течение нескольких сотен лет. Временами Святой Император Нама не мог избавиться от ощущения, что он уже стареет и едва поспевает за временем. А чего ты боишься? Разве они не самые могущественные существа? Число самых могущественных существ, которых ваш покорный слуга убил, уже достигло четырех. Безразлично ответил Линьфан. Он уже привык к тому, что его преследуют. Ведь теперь он не мог их бояться, не так ли? Если придут солдаты, сражайтесь с ними. Если начнется наводнение, поднимите дамбу. Если они недовольны, то черт с ними. А кого же ему было бояться? Ты, Святой Император Нама больше ничего не хотел говорить, чувствуя, что этот парень уже сошел с ума. Подумать только, он даже сказал, что может убить самых могущественных существ. Это был просто сумасшедший разговор. Однако теперь, когда он столкнулся с этим парнем, он вполне мог обсудить их дальнейшие планы. В данный момент ситуация не так уж хороша. Ваш император считает, что мы не должны разлучаться. Для нас было бы лучше держаться вместе, сказал Святой Император Нама. Нет нужды, я не привыкла к таким вещам. Как насчет того, чтобы кто-то столь же старый, как вы, мог просто пойти искать женщину-императрицу вместо этого? Ответил Линьфан. Женщина-императрица? А где сейчас императрица женского пола? Прямо сейчас Святой Император Нама действительно нуждался в некоторых партнерах. Внешний мир был просто слишком труден для него, чтобы справиться, если у него не было некоторых товарищей. Не совсем уверен. Тем не менее, я полагаю, что женщина-императрица, должно быть, отправилась на поиски своих собственных судьбоносных встреч. Кто знает, может быть, состояние культивации женщины-императрицы сейчас даже более грозное, чем ваше. С тех пор, как он в прошлый раз встретился с императрицей женского пола, Линьфан сначала устроил так, чтобы она осталась в мире Сюаньхуан. Позже она почувствовала, что это не годится, и решила отправиться на поиски своих собственных судьбоносных встреч. Столкнувшись с чем-то подобным, Линьфан, естественно, не смог бы противостоять ей. В конце концов, если бы человек не стремился к самосовершенствованию, то в этом мире его ждала бы только смерть. Святой Император Нама замолчал. Как Император он, естественно, имел высокомерное отношение к нему и не будет просто сидеть сложа руки, ожидая смерти. Но в этот самый момент Линьфан нахмурился. Кто-то идет. Давай сначала спрячемся. Когда Линьфан и Нама Святой Император скрылись в бесконечной пустоте, откуда-то издалека появилась группа живых существ. Пятеро небесных бандитов разослали весть, что они уже нашли кого-то из рода человеческого. Но куда же подевался этот человек, не знающий. Как насчет того, чтобы мы отправились дальше, чтобы проверить это? Хорошо. Похоже, нас действительно разыскивают, как беглецов. Следующие дни, вероятно, будут тяжелыми с этого момента. Заметил Линьфан. Теперь это точно. После того, как вы украли так много предметов с лиц самых могущественных существ, как вы ожидаете, что они вас отпустят. Святой Император Нама ответил с раздражением. А что ты собираешься делать прямо сейчас? Линьфан начал обдумывать новые идеи. Если бы все так и продолжалось, ему было бы очень трудно продолжать то, что он хотел сделать. Я готовлюсь отправиться на крайний запад континента. С тех пор, как бесконечные миры слились, появилось бесчисленное множество новых тайных оснований. Я готовлюсь пойти туда и попробовать все это. Кто знает, может быть, я смогу найти свою собственную предназначенную встречу, сказал Святой Император Нама. Хорошо. Тогда давайте разделимся. Однако я не желаю слышать новости о том, что ты был убит кем и кем, ясно, хмыкнул Линьфан. Конечно, ваш Император был убит кем-то? До свидания. Святой Император Нама усмехнулся, прежде чем спрятать свою ауру и нырнуть в пустоту, улетая вдаль. А я ситуация прямо сейчас просто не кажется такой уж замечательной, задумчиво произнес Линьфан, глубоко погрузившись в свои мысли. С минуту или около того он действительно не мог придумать ничего хорошего. В этот момент Линьфан держал в руках несметное количество масок для превращений. Затем он посмотрел туда, куда ранее направлялись живые существа. С минуту или около того он молчал. Внезапно глаза Линьфана сверкнули, а губы скривились в улыбке. Я все понял. Старший брат, этот человек на самом деле просто ищет смерть. Подумать только, что он посмел даже обидеть старого мастера. Человек, который был одет шикарно, сказал мрачным тоном. Младший брат, несмотря ни на что, этот человек когда-то очень помог тысячам раз. Однако теперь, когда он оскорбил старого мастера, ему остается винить только самого себя. Пока мы сталкиваемся с ним, давайте просто возьмем его вниз, чтобы мы могли ответить старому мастеру, когда вернемся. Человек, одетый в длинное зеленое одеяние, выглядел несколько опечаленным. Однако вскоре выражение его лица снова изменилось. Как только они поймают этого человека, они получат награду, дарованную старым мастером. Тогда, когда древняя раса все еще находилась под контролем древнего святого мира, они, естественно, слышали новости о материнском человеческом короле. Но даже если и так, какой от него теперь прок? С возвращением их старого учителя и установлением секты их расы, их сила значительно возросла. Даже если это была древняя раса, они больше не беспокоили их. И прямо сейчас, все старые мастера разных рас отдали свои приказы, что независимо от того, кто мог бы захватить этого человека обратно, они все будут щедро вознаграждены. Таким образом, сейчас у всех этих существ разных рас была только одна надежда – захватить человека. Был ли это проклятый человеческий король или нет, но пока это был кто-то из человеческой расы, они получат награду за успешный захват их и возвращение. Для любого отдельного живого существа это была вдохновляющая миссия. Тем не менее, существа человеческой расы были чрезвычайно редки, чтобы найти прямо сейчас даже более трудным, чем восхождение на небеса. Единственными, о ком они знали, были женщина-императрица и святой император Нома. Однако они не знали о местонахождении этих парней. Старший брат – проверь это. Там, кажется, есть группа древних расовых существ впереди. Давайте убьем их. В этот момент группа существ древней расы торопливо путешествовала через пустоту. Хорошо. Поскольку мы не можем найти людей, давайте просто убьем этих древних расовых существ и получим их предметы для себя. В прошлом древняя раса всегда угнетала нас. Теперь пришло время для нас, чтобы взять реванш. Глава 913. Проникновение в секту грома прямо сейчас положение древней расы было несколько неловким. В прошлом весь древний святой мир был под их контролем. Но теперь, когда все старые мастера различных рас пробудились и создали свои собственные секты, они подняли силу всех рас в целом. В то время как древняя раса все еще могла иметь свои 3000 демонических богов, они были просто на одном уровне с другими тысячами рас прямо сейчас. Линфан оставался скрытым в пустоте и обнаружил, что эти живые существа из расы грома фактически вступили в бой с существами древней расы. Истинные тела этих существ из громовой расы были громовыми стрелами, и они обладали бесконечной силой грома. Лидер громовой расы существ, в частности, был исключительно силен. Подумать только, что он был бы божественным небесным уровнем 10, вечным божьим государственным существом. Судя по всему, он должен занимать довольно приличное положение в гонке грома. Методы этих чрезвычайно могущественных существ были, несомненно, сильными. За короткий промежуток времени в несколько лет эти чрезвычайно слабые расы прошлого уже обнаружили, что их сила возросла до такой степени. Все эти старые мастера были опорой для различных рас. Что же касается кого-то вроде святого императора Нама, у которого не было никого, кто бы его поддерживал, он мог рассчитывать только на свою собственную силу. Тот факт, что он мог даже добраться туда, где он был в течение этих нескольких лет, было уже довольно приличным. Леймин. Как ты смеешь пытаться убить меня древнее расовое существо, которое сражалось с Леймингом, имело обугленное тело прямо сейчас, с некоторым остатком силы грома на его теле. Очевидно, именно он был слабее в этой схватке. Ха-ха. Почему бы мне не посметь? Вы, люди древней расы, слишком долго угнетали нас. Теперь, когда наш старый хозяин вернулся, мы уже сделали возвращение. Убить вас, ребята, это что-то очень легкое прямо сейчас. Леймин был одним из учеников в секте грома, который имел довольно приличное положение. В секте грома было довольно много учеников, которые имели божественный небесный уровень 10, вечное состояние культивирования Бога. На самом деле, там было даже довольно много могущественных существ высшего государства. Леймин твердо верил, что однажды он обязательно получит наследство в тайных землях и достигнет уровня верховного государства. Или, возможно, он мог бы получить вознаграждение от старого мастера, и таким образом получить некоторое личное просветление старого мастера, чтобы поднять его состояние культивации. Когда это древнее расовое существо узнало, что он больше не был ровней Леймину, он бросился вдаль, не раздумывая дважды. Хе, пытаешься бежать? Тебе некуда бежать. Леймин холодно рассмеялся, когда его тело превратилось в удар грома, который пронзил прямо в пустоту. Шанс есть уже сейчас изначально. Линьфан все еще думал о том, что ему следует делать. Но увидев, что Леймин идет один, он усмехнулся и, крадучись, последовал за ним вплотную. Вы, ребята из громовой расы, умрете ужасной смертью. Заткни свою пасть. Скрип. С одной хваткой Леймин сорвал его шею, используя только некоторую легкую силу, и начал собирать свои вещи. Совсем неплохо. Там есть оружие, да, и несколько таблеток. Похоже, что все это будет довольно хорошо для того, чтобы дать этим младшим сестрам, когда я вернусь видя. Имущество этого древнего расового существа, Леймин был все еще довольно доволен. Вот именно. Ваш покорный слуга думает, что они тоже довольно хороши. В этот момент Линьфан тихо плыл позади Леймина, как призрак. Леймин был поражен и хотел дать отпор. Однако, в мгновение ока, он был втянут в рай Линьфана. А ты кто такой? Что ты пытаешься сделать, когда Леймин увидел это неизвестное место? Он запаниковал перед лицом этого удивления. Ты же чертов человеческий король. Но когда он увидел Линьфана, его лицо изменилось. Затем, как будто он только что вспомнил что-то и разразился диким смехом. Мать твою человеческий король, что ты здесь делаешь? Все мы из расы грома находимся в абсолютном почтении к вам. Прямо сейчас Леймин был похож на изменившегося человека, с совершенно другим отношением, которое было чрезвычайно уважительным. Как будто Линьфан был величайшим героем в его сердце все это время. Если бы не тот факт, что Линьфан знал о ситуации прямо сейчас среди тысяч гонок, он мог бы действительно быть обманут этим парнем. Великий свет очищения Будды. Линьфан поднял палец, когда буддийский свет полностью окутал Леймина. Такой кусок мусора, как этот, Линьфан мог очистить в одно мгновение. Прямо сейчас его план состоял в том, чтобы проникнуть в секту грома и скрыть свою личность как человека. Если бы у него было какое-то огромное состояние и он смог бы убить старого мастера громовой расы, это определенно было бы адской наградой. Поскольку они хотят причинить неприятности вашему покорному слуге, ваш покорный слуга должен взять инициативу в свои руки и немного поиграть с ними. Линьфан носил на лице мириады масок превращений. С этим, его черты лица начали меняться, когда он принял точный внешний вид Леймина. В то же время он обуздал свою ауру и изменил ее. Даже если бы прямо сейчас перед его лицом стояло чрезвычайно могущественное существо, они не смогли бы сказать, что это была маскировка этого проклятого человека. У этого парня есть целый ряд приобретенных навыков. Чтобы не вызвать никаких икот, Линьфан перенял все мистические навыки и руны у Леймина и бросил их все в свое тело. Но эти мистические навыки боевых искусств были просто обычными и не были чем-то исключительно мощным. Динь. Узнал гром Ян Ладонь. Динь. Научился молниеносному движению. Когда Линьфан вышел из своего рая, он проверил свой наряд. Никакой вопрос. Сейчас он был Леймин, ученик с каким-то положением в секте Грома. Хех. Старый повелитель грозовой расы, вы хотите противопоставить себя вашим покорным слугам? Тогда вы не можете винить вашего покорного слугу за то, что он засадил вас до смерти. Сегодняшняя гонка Грома заставила Линьфана почувствовать себя полностью разочарованным. Твой отец всегда был добр к тебе и помогал тебе бороться против древней расы. Но теперь, когда у вас есть поддержка, вы решили повернуться спиной к своему истинному. Это было то, что полностью разбило сердце Линьфана. Старший брат, эта древняя раса уже умерла. К тому времени, как Линьфан вернулся, некоторые другие ученики секты Грома уже убили всех других существ древней расы. Ну да, это было просто маленькое жалкое существо древней расы. Поскольку мы не можем найти никаких следов этого человека, давайте сначала вернемся назад. Ответил Линьфан. С этими словами Линьфан и остальные полетели к секте Грома. Когда они прибыли на территорию секты Грома, Линьфан был ошеломлен открывшейся перед ним сценой. С небес ударила чрезвычайно толстая молния. И внутри этого грозового разряда существовал ряд строений, одно за другим, выглядевших величественно и величественно. Если бы Линьфан не был свидетелем этого своими собственными глазами, ему было бы трудно поверить, что кто-то может создать секту внутри Громовой Молнии. Но когда он думал о силе, которой обладал старый мастер Громовой расы, все это имело смысл. Не было ничего такого, чего не могли бы сделать эти чрезвычайно могущественные существа. Если он хотел навсегда запереть простую молнию как таковую, это было очевидно так же легко, как питьевая вода. После того, как он вошел в Молнию, легкая сила Грома просочилась в тело Линьфана. Как будто это было использовано, чтобы проверить, был ли он кем-то из Громовой расы. Однако для Линьфана все это не имело никакого значения. Даже если бы сейчас перед ним стояло чрезвычайно могущественное существо, он или она не смогли бы ничего найти. Излишне говорить, что то же самое было и с этой маленькой силой Грома. Как только Линьфан приземлился, раздался недружелюбный голос. А, младший брат Лей, вы вернулись с пустыми руками? Похоже, вы тогда не смогли найти людей. Однако дело не в том, что твой старший братец здесь хочет придраться к тебе, но разве ты не знаешь, что существ человеческой расы чрезвычайно трудно найти? Как такой человек, как ты, может их искать? Безразлично заметил молодой человек с нарисованной на лбу молнией. Однако в его голосе прозвучал намек на презрение. В то же время были и другие ученики, которые последовали за этим молодым человеком. Точно так же, как звезды, которые вращались вокруг планеты, они окружали Леймин в центре. Через Леймина Линьфан узнал все, что ему нужно было знать о прошлом этого человека до него. Это был Лей Ваньшань, человек, чья сила была чуть выше, чем у Леймина. Естественно, его положение было также немного выше Леймина. Тем не менее, он всегда боролся за власть с последним. С тех пор, как старый мастер вернулся и создал секту грома, внутри нее, естественно, начались столкновения за власть. Но почему же тебе удалось поймать хоть одного человека, Лей Ваньшань? Линьфан ответил вопросом на вопрос с презрением. При этом те ученики, которые были окружены сверху, могли сказать о напряжении между ними обоими. В глубине души они, естественно, знали о разногласиях между старшим братом Леймингом и старшим братом Лей Ваньшанем. Однако они не ожидали, что старший брат Леймин действительно осмелится бросить опровержение на слова старшего брата Лей Ваньшаня. Глава 914. Слишком властная. Лей Ваньшань был ошеломлен прямо сейчас. Подумать только, что этот Леймин осмелится бороться с ним за победу. Этого он никак не ожидал. В прошлом он всегда саркастически оскорблял последнего. Однако, Леймин был действительно хорош в терпении и обычно игнорировал его. Но все, что случилось сегодня, сильно потрясло его. Ученики позади Линьфана были столь же ошеломлены. Они поняли, что старший брат Леймин сегодня выглядел несколько иначе. Мне показалось, что его отношение ко мне стало жестче. Леймин, это звучит так, словно ты напрашиваешься на хорошую драку со мной на арене, не так ли? Спросил Лей Ваньшань, холодно рассмеявшись. Арена Секты Грома была тем местом, где ученики могли улаживать свои споры. Кто бы ни победил, он мог взять на себя всю ответственность другой стороны. Лей Ваньшань давно намеревался сразиться с Леймингом на арене, чтобы он мог грубо растоптать его ногами. Но этот парень слишком хорошо умел терпеть, чтобы у него была такая возможность. Но сегодня Лей Ваньшань наконец-то ухватилась за этот шанс. Он уже понял, что этот парень сегодня выглядит немного по-другому. Увидев эту сцену, все окружающие ученики начали обсуждать ее приглушенным шепотом. Похоже, старший брат Леймин наконец-то перестал терпеть старшего брата Лей Ваньшаня. Старший брат Лей Ваньшань всегда насмехался над тем, чтобы вывести старшего брата Леймина на арену. Похоже, что битва сегодня определенно неизбежна. Однако сила старшего брата Лей Ваньшаня намного сильнее, чем у старшего брата Леймина. Я думаю, что старший брат Леймин не принял бы вызов старшего брата Лей Ваньшаня сражаться. Трудно сказать наверняка. Ученики были полны энтузиазма в своих дискуссиях. Некоторые из них были оптимистичны по отношению к Леймину, в то время как другие были настроены по отношению к Лей Ваньшаню. Старший брат Лей, этот Лей Ваньшань просто волнует тебя. Вы не должны попадаться на его уловки. Тихо прошептали ученики позади Линфана. Они были на той же стороне, что и их старший брат Лей. Поэтому они, естественно, не хотели видеть старшего брата Лея с единым Лей Ваньшанем. Даже при том, что Линфан намеревался прийти в секту Грома на этот раз, чтобы быть шпионом, прямо сейчас был маленький кусок мусора, который пытался подняться над его головой. Разве это терпимо? Ответ был на... Да. Лей Мин, поднимайся на арену, если у тебя хватит мужества. Не волнуйся, я не заберу твою жизнь. Ваш старший брат здесь будет только иметь вас лежать плоско. Лей Ваньшань продолжал насмехаться с холодным смехом. Внезапно Линфан появился прямо перед Лей Ваньшанем. Все нормально. Нам не обязательно подниматься на арену. Это место подойдет. С этими словами Линфан хлопнул ладонью, когда сила Грома собралась на его ладони. Это же громовая Ян Пальма. Бам. Еще до того, как раздались возгласы толпы, произошло нечто, что их потрясло. Лей Ваньшань с глухим стуком рухнул на землю. Отпечаток руки на его лице прямо сейчас был таким чертовски ярким. Ты. Глаза Лей Ваньшаня, упавшего на землю, сверкали недоверием. Он не ожидал, что этот парень действительно нанесет удар. И подумать только, что он вообще не сдерживал свои силы. В этот момент сердце Лей Ваньшаня горело бесконечной яростью. Бам. Линфан топнул ногой по лицу Лей Ваньшаня с выражением презрения на лице. В прошлом, я просто не хотел быть таким расчетливым с вами. И все же вы действительно думали, что можете взобраться на мою голову. С этого момента я здесь главный. Лучше бы ты хорошо вел себя для своего папочки. Ты кусок шиты. Линфан был абсолютно импозантным прямо сейчас. Во-первых, это был удар ладонью. А во-вторых, топот, который Лей Ваньшань полностью растоптал своими ногами. Все ученики, которые наблюдали это, почувствовали, как их сердца пропустили удар. В их глазах это было просто слишком страшно. В этот момент во всем помещении не было слышно ни единого звука. Все застыли на месте. Линфан хлопнул в ладоши вверх и вниз, показывая, что он закончил с этим дерьмом. Затем он наступил прямо на лицо Лей Ваньшаня и прошел через него, даже не взглянув на него ни разу. Бесчисленные ученики сосредоточили свои взоры на Линфане. Они поняли, что старший брат Лей Мин был сегодня слишком деспотичен. В то же время, не был ли он просто слишком сильным? В этот момент Линфан остановился. Он чувствовал, что поскольку это был его первый приезд сюда, он должен был дать всем этим парням что-то маленькое. В конце концов, если бы он мог купить их сердца, было бы легко иметь дело с делами в будущем. На этот раз, когда я выходил, я столкнулся с некоторыми существами древней расы. Эти таблетки здесь. Вы, ребята, можете разделить их между собой. Линфан взметнул свои одежды, и серия таблеток, которые сияли с божественным сиянием, хлынула, прежде чем приземлиться на ладони окружающих учеников. Когда ученики увидели эти эликсиры, все они были чрезвычайно эмоциональны. Спасибо тебе, старший брат Лей Мин. Хэм Линфан одобрительно кивнул головой, заложив руки за спину, он продолжал идти вперед. В этот момент, в то время как те наблюдающие ученики, возможно, были шокированы тираническим поведением старшего брата Лей Мина, они были еще более глубоко очарованы таблетками, которые были в их ладонях прямо сейчас. Даже при том, что раса грома уже получила свою собственную поддержку, это не означало, что все их силы были подняты. Да здравствует старший брат Лей Мин. Все ученики, которые были на стороне Лей Мина, разразились радостными криками. Лей Вань Шань, лежавший на земле, чувствовал себя так, словно только что пережил бесконечное унижение. Его глаза были полны безграничной ненависти. Лей Мин, как ты смеешь бороться прямо здесь? Старейшина дисциплинарного зала вас не отпустит. Прямо сейчас Лей Вань Шань был действительно разгневан. У него было такое чувство, будто он только что потерял целый груз лица прямо здесь. Он мог различить насмешливые выражения в глазах окружающих учеников. Это была насмешка над самим собой. Лей Мин, ты определенно умрешь ужасной смертью. Старейшина дисциплинарного зала обязательно обратится ко мне за помощью. Лицо Лей Вань Шаня было угрожающим, когда он рявкнул. Когда некоторые из учеников увидели это угрожающее выражение, они испугались на мгновение или около того. В их глазах старший брат Лей Вань Шань выглядел сейчас чрезвычайно устрашающе. Линь Фан остановился в этот момент, затем повернул голову и посмотрел на Лей Вань Шаня. Что ты только что сказал? Ха-ха. А сейчас ты боишься? Я говорю тебе, тебе придется заплатить цену за драку в этом месте. Лей Вань Шань продолжал угрожающе рычать. Линь Фан тяжело вздохнул. Но в следующую секунду он уже стоял перед лицом Лей Вань Шаня. Что ты пытаешься сделать? Лей Вань Шань был ошеломлен. Что я пытаюсь сделать? Вы знаете, что, поначалу, я даже думал отпустить это. Но так как ты хочешь причинить неприятности своему истинному слуге, я оставлю тебе вечную память. Бам. Линь Фан поднял ногу и наступил на лицо Лей Вань Шаня. Бам. Бам. Топот раздавался один за другим. В то же время трагические крики Лей Вань Шаня разнеслись по всему помещению. Когда окружающие ученики увидели это, их лица тоже были ошеломлены. Они поняли, что старший брат Лей Мин сегодня казался немного берсерком, как будто он был совершенно другим человеком. Что касается Линь Фана, то он хотел точно вызвать адский шум в секте грома. Лей Мин. Я точно тебя убью. Завопил Лей Вань Шань. Однако каждый мимолетный миг глубоко врезался в его сердце, терзая его душевное состояние. Я буду рада, если вы попробуете в любое время. Линь Фан был очень жесток прямо сейчас, когда он топал вниз, пока лицо другого не было полностью обезображено. Эта его тираническая и внушительная фигура была запечатлена в сердцах всех окружающих учеников. В их глазах старший брат Лей Мин был кем-то, кто был очень внушительным прямо сейчас. Когда Лей Вань Шань, наконец, лежал там безжизненно, Линь Фан убрал ногу. Мусор. Он бросил презрительный взгляд на Лей Вань Шаня, прежде чем покинуть это место. Груб. Раздался звук, будто все вместе глотают слюну. Для наблюдающих учеников сцена из прошлого была сродни гигантскому молоту, который злобно обрушивался на их сердце. В их глазах это было действительно слишком властно. Он был таким властным, что почти мог взлететь в небеса. Именно тогда Лей Вань Шань попытался встать. Его сердце было наполнено бесконечной яростью, которая готова была пронзить крышу, в то время как его лицо было мрачнее всего остального. Энчерт возьми. По воспоминаниям Лей Мина, Линь Фан, естественно, знал, где он сейчас находится. Он думал о том, как перевернуть всю секту Грома с ног на голову. В то же время он задавался вопросом, какие методы были там для него, чтобы трахнуть старого мастера Грома до смерти жестоко, а также. Глава 915. Путь к господству над сектой Грома. Из воспоминаний Лей Мина Линь Фан знал, что в секте Грома было много фракций. Из них только одни залы составляли сотни. Силы этих залов были чрезвычайно велики, и они практически разделили всю громовую расу живых существ. Среди них было 10 залов, которые были самыми сильными. Этот Лей Вань Шань был кем-то из дисциплинарного зала. Что касается Лей Мина, то он был просто частью случайных людей, которые не были связаны с какими-либо залами, и были просто обычными учениками секты. Но что же все-таки задумал этот старый мастер Гром? Подумать только, что он мог бы создать секту Грома и все же оставить ее на произвол судьбы, совсем не беспокоясь. Может быть, за всем этим кроется какой-то огромный секрет? Когда секта Грома была впервые создана, все эти залы уже существовали. Однако над ними никто не властвовал. Основываясь на воле старого мастера Грома, могущественные, естественно, заняли верхние позиции. Таким образом, первая группа могущественных существ, естественно, заняла залы и начала набирать собственных могущественных существ, прежде чем конкурировать с другими залами. У Линя Фана был огромный план в голове. Лей Мин А. Похоже, я могу только сделать тебе несправедливость. Чтобы Линь Фан еще глубже спрятал свою личность, он мог придумать только один план. Это было для него, чтобы вырваться за родословную Лей Мина как кто-то из громовой расы. Это должно было предотвратить его обнаружение старым мастером Громом в будущем или что-нибудь подобное. Точно так же, как вытягивание шелка из кокона, одна длинная река крови была вытащена из тела Лей Мина и мигрировала к Линь Фан. В то же самое время Линь Фан подавлял свою собственную кровную линию глубоко внутри своего тела. Ладно, теперь это гораздо безопаснее. Теперь, когда я обладаю родословной расой Грома в моем теле, даже если бы самые могущественные существа разделили мое тело на части, они не смогли бы обнаружить мою личность. После того, как Лей Вань Шань получил урок от Лей Минга, естественно, не было никакого способа, которым его гнев мог рассеяться. Дисциплинарный зал. Старший брат Ван Зун. В этот момент Лей Вань Шань распростерся на земле, даже не осмелившись поднять голову. И это было потому, что тот, кто сидел перед ним, был вице-мастер зала Лей Вань Цунь. Подними свою голову. Голос Лей Вань Цуна был полон такой власти, что никто не посмел бы ослушаться. Старший брат Лей Вань Шань поднял голову, и лицо его исказилось от гнева. А что у тебя с лицом? Кто был тот, кто сделал это с тобой, когда Лей Вань Цунь увидел это лицо Лей Вань Шаня, которое было прямо как голова свиньи. И прямо сейчас он был немного ошарашен. Лей Вань Шань был божественным небесным уровнем 10, вечным государством богомогущественным существом. Любая травма восстановится почти сразу. Но, казалось, какая-то таинственная сила двигалась через его лицо, которое не давало ему отекнуть. Это сделал тот неофилированный ученик Лей Мин. Пожалуйста, найди для меня редрессал, старший брат Ван Зунь, ответил Лей Вань Шань. Хэм, ты действительно ничего не можешь сделать. Подумать только, что вы были бы подавлены одним неофилированным учеником. Если бы не тот факт, что у нас есть кровные родственники, кто знает, где бы ты давным-давно умер. Усмехнулся Лей Вань Цунь. Лей Вань Шань опустил голову и ничего не ответил. Он и Лей Вань Цунь были братьями с одним отцом и разными матерями. Однако этот старший брат его был гораздо сильнее, чем он был с высшим государственным воспитанием. В те далекие времена, когда их все еще угнетала древняя раса, его старший брат уже был одним из звездных существ громовой расы. Позже, когда старый мастер вернулся и заставил древнюю расу отступить, этот его старший брат взлетел еще выше в плане силы. Всего через несколько лет он стал одним из самых могущественных существ во всей секте грома. Хорошо, теперь идите и отступайте. Завтра ты пойдешь с нашими ребятами из дисциплинарного зала и заберешь этого Лей Минга обратно, заметил Лей Вань Цунь. Утвердительный ответ. Спасибо тебе, старший брат Ван Цунь. Лей Вань Шань полниц. Его сердце было полно благодарности и ликовало от радости прямо сейчас. До тех пор, пока его старший брат будет действовать, Лей Мин будет не более чем игрушкой в руках Лей Вань Шаня. Новость о том, что Лей Вань Шань был подавлен на территории неофилированных учеников, распространилась как лесной пожар. Для некоторых из тех людей, которые отвечали за залы, Лей Вань Шань был всего лишь мелкой сошкой. Тем не менее, для некоторых из залов это было то, что было довольно новостью. В одном из залов, который больше всего конфликтовал с дисциплинарным залом, Святом Грозовом зале, прямо сейчас был огромный шум. А что за история с этим парнем по имени Лей Мин? Внезапно женщина, одетая в белые одежды с эмблемами молний на них, тихо села в главном зале. Эта женщина обладала красотой, которая навлекла позор на весь мир. У нее была совершенная фигура. С каждым ее движением воздух потрескивал маленькими прожилками пурпурных молний. Это был святой мастер священного громового зала. Святой учитель. Этот Лей Мин один из неофилированных учеников. Его состояние культивирования находится на божественном небесном уровне 10, вечное состояние Бога. Обычно он не высовывается и подвергается насмешкам со стороны Лей Вань Шань бесчисленное количество раз. Однако, когда он вернулся из внешнего мира на этот раз, это было так, как будто он полностью изменился в характере, и сразу подавил Лей Вань Шань. Я полагаю, что Лей Вань Шань должно быть уже пошел в дисциплинарный зал, чтобы подать жалобу. Эта женщина, которая говорила, была прямым учеником святого учителя. Даже при том, что ее состояние культивации было также на божественном небесном уровне 10, вечное состояние Бога, аура, которую она испускала, было намного сильнее, чем у Лей Вань Шаня. Несмотря на то, что они находились в одном и том же состоянии культивации, если бы они вступили в бой, вполне возможно, что Лей Вань Шань был бы убит ею. Завтра возьми с собой несколько человек и пойди поищи этого Леймина, чтобы он присоединился к святому громовому залу. Скомандовал святой мастер, святой мастер, дисциплинарный зал не собирается отпускать этого.